10 сентября 55-го. Наконец-то! Я с нетерпением ждал ваше письмо и наконец получил. Удовлетворен. Милая, замечательная, хорошая Эмма, сколько вам трудов и хлопот. Представляю и почти ощущаю. Но теперь я набрался терпения, ибо уверен, что в следующий ваш визит вам опять предложат зайти через месяц или два. — Конец, безусловно, будет, но трудно предвидеть срок. Одного я не понимаю. Если идет серьезная работа, то как они обходятся без моего присутствия? Не то чтобы я стремился с ними познакомиться, а все-таки чудно. Я сейчас живу хорошо. Так терпеть можно. Никто меня пока не обижает, а я сам имею весьма покладистый характер и никого сто лет не задену. Лишь бы меня не трогали. Пишу карточки на книги, занимаюсь историей. Мама прислала сто рублей, но почему-то не пишет. Впрочем, это с ней часто бывает. Здоровье так себе. Но если не будет хуже, то в ближайшее время помирать не собираюсь. Весной было куда хуже. Вообще состояние здоровья моего всецело в руках начальства. Стоит навалить на меня лом, сердце прыгает, и я лечу в бездну. Когда же со мной обращаются хорошо, как сейчас, например, я помаленьку работаю и не настроен хныкать. Ваше письмо с описанием мод, цветастых платьев и серых костюмов с красными галстуками мне очень понравилось. У вас просто талант к эпистолярному стилю. Немногословно и четко. Новой жизни я, конечно, не мог себе представить, но разница с тем, что была, стала яснее. Очевидно, что сейчас гораздо лучше, и поэтому еще больше хочется домой. Целую ваши ручки и вас, дорогая Леон. 15 сентября 55-го. Дорогая Эмма, дело обстоит так. 12-го сего месяца вызвал меня прокурор на допрос и шел сей допрос с 10 часов до 6 часов с перерывом на обед. За один день мы с ним сделали то, что делали раньше 10 месяцев. Он все записал правильно, но в отношении срока окончания не обнадежил. Это дело месяцев. В общем, я собрался зимовать на месте. Если будет пересмотр справедливый, юридически правильный и такой, как требует Руденко в газетах, то неблагоприятный исход исключен. Но как это медленно тянется? Интересно также, выдержит ли мое здоровье, ибо меня опять погнали на физическую работу. Получилось это в результате маминого заявления. По моему совету, Ахматова написала прошение в ГУЛАГ об освобождении Левы от тяжелой физической работы, не зная о том, что Лев в это время составлял каталог лагерной библиотеки. Из Москвы пришел запрос о моем здоровье. Меня перекомиссовали. И так как за последние полтора месяца мое здоровье улучшилось, отправили опять на работу. По здешним масштабам работа не тяжелая. Таскаю опилки из-под электропилы. От такой работы не умирают, но и жить становится так неинтересно, что перестает хотеться. Когда же я передал своему начальству слова московского прокурора, нам не нужно, чтобы ученый работал на физической работе, то получил резонный ответ. А зачем он послал ученого в лагерь, который предназначен не для ученых, а для преступников? Если ему надо, то пусть он вас, то есть меня, освобождает. А здесь мы с вами обходимся по инструкции. Но посудите сами, кто прав. Я не понимаю, зачем проявлять нелепую инициативу в делах, о которых не имеешь ни малейшего представления. Пусть мама выполняет то, что я прошу. Или не выполняет, но и не придумывает ничего сама. Впрочем, эта беда еще не очень большая и очень банальная. Плохо то, что опять прервались мои занятия истории Востока. Теперь есть надежда, что они мне могут пригодиться. А равным образом и советской науке, хотя она не затратила на добытые мной результаты ни копейки. Вот если бы интерес редакции всеобщей истории получил реальное воплощение, у меня были бы затребованы рукописи, а за них переведен гонорар, с кого 50% получил бы лагерь, то мне создали бы все условия для работы, как создают изобретателю. Но сейчас, пожалуй, заводить этот разговор уже поздно, ибо пока суд до дела, ан и пересмотр закончится. Очевидно, надо терпеть еще шесть месяцев, как я терпел уже шесть лет. Только бы здоровье не лопнуло, как в прошлом году. Простите, что я наполнил письмо своими мелкими делами и заботами. Они наскучили мне самому, а не только моим друзьям. Пора окончать, и я рад, что решительный миг приближается. Целую ваши ручки. От всего сердца благодарю за заботу и участие. Искренне ваш, Леон. 27 сентября 1951 года. Дорогая, милая Эмма, оба ваши письма пришли одновременно. Очень хорошие письма. Бодрящие. Я очень увеселялся, читая их. Ваша проницательность выше похвал. Действительно, наш цензор был болен. Но мы все так хотели его выздоровления, что он, к счастью, поправился и порядок восстановлен. Прав будет мой прокурор, а не ваш. И вот почему. Даже если они там закончат пересмотр к 15 октября, действительно, сколько же можно рассматривать пустое место, то приговор будет опротестован и передан в Верховный суд. А там тоже очередь. Затем, там меня оправдают, но определение будет плестись сюда со скоростью полутора черепах, если некая девица-секретарша, мечтая о свидании, не затеряет его. А я тем временем заболел и лежу в больнице. Лечит пересадками ткани и уколами, надо думать, вылечит. Сейчас уже лучше. Посылка составлена замечательно. Я ее пожираю и весьма ею поддерживаюсь. В однообразном изобилии супов и каш любая вкусность не роскошь, а психовитамин, вроде радости. Здесь при отсутствии особых бед тютчевское однообразие нестерпимое, порождающее эмоциональный голод, неприятности не спасают от него, а вот радость, даже самая маленькая, поднимает жизненный тонус. Посылки ценны именно в этом смысле, поэтому последние очень удачно. А письма ваши удивительно интересны, даже увлекательны, и насколько вы живее меня. Вас люди раздражают, а меня уже нет. Почти всегда для меня это проходящие тени, как-то на земле, на которые не стоит обращать внимания. Таковое мое настроение проистекает не от гордости или самомнения, но от усталости. К самому себе у меня столь же наплевательское отношение. Это результат растительной жизни. От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. Мне бы ейные заботы. Я, разумеется, ответил соболезнованием. Но до чего все это чудно? То ли я совсем отвык от столичной жизни, то ли она успела перемениться до неузнаваемости. Но, несмотря ни на что, у меня настроение ровное и даже спокойное. Проблески бреда уже не томят мой постылый покой. Это письмо придет к вам к началу октября, а ваш ответ, надеюсь, будет содержать интересующее меня сведение. Кстати, прок абсолютно не извещает меня о ходе пересмотра. Что делать он обязан. Очевидно, надеется на вас. Целую ваши ручки и вас, милая Эмма. Леон. Октябрь 1955-го. Дорогая Эмма, книги, посланные мною, прошу вас сохранить до моего возвращения, а древнюю историю Серединной Азии прошу при мамином участии перепечатать на машинке в четырех экземплярах и хранить как докторскую диссертацию. В посылке прислана нелегально, из другого почтового отделения, с другим обратным адресом, Лева прислал книги, отобранные им в лагере. Под книгами лежали 30 тетрадей, в которых было переписано кем-то из Кирюх названное сочинение. В 1960 году оно было опубликовано под названием «Хунну». Для переделки ее, для печати, будут нужны некоторые незначительные дополнения, а для защиты этого достаточно. О получении посылки сообщите мне немедленно авиаписьмом, а о диссертации упомяните в одном из предаточных предложений. На случай моей смерти завещаю передать оное сочинение в Академию наук на предмет дополнения, редактирования и опубликования с присвоением мне докторской степени посмертно. В том виде, в каком она сейчас, история может быть показана профессору Конраду, и при сокращении использован для всеобщей истории, что я разрешаю сделать, будь это удобно, но после перепечатки на машинке. «Милая, дорогая, неповторимая Эмма, то, что я вам доверил, лучшая часть меня. Это как бы мой ребенок. Если будут отзывы, то пишите мне, как о рецензиях на диссертацию. Целую вас нежно и благодарно. Я очень хорошо понимаю, чего вам стоит такая изумительная забота о таком полусвине, как я. Поцелуйте маму. Леон». «Постскриптум. Посылаю на ваш адрес, ибо скорее дойдет до мамы. И вообще лучше. Л. Приложен мой психологический портрет работы одного очень талантливого и знаменитого художника. Дарю его вам, дорогая. Художник Фридрихсон. В 1951 году написал в лагере портрет Гумилева. Хранится в моем собрании. Книги эти мною прочтены и выжаты досуха. Бросить их жалко, а хранить и таскать с собой очень трудно. Поэтому посылаю назад». «Октябрь 1955 года. Милая, хорошая Эмма. Получил я ваше письмо с описанием симфонии Шостаковича и прочел его с большим удовольствием. Речь идет об одном из первых исполнений в Москве, десятой симфонии Шостаковича. Думается мне, что вы правильно понимаете и чувствуете музыку. Я, наверное, думал бы то же самое, если бы слышал исполнение. Что касается прокурора, то я не могу понять, чего они тянут. С получением моих показаний им все должно быть ясно, как ясно каждому, кто меня здесь встречает». Особенно забавен был последний вопрос. «Признаете ли вы, то есть я, что вы критиковали постановление и если да, то когда и как? Вот именно. Где, когда и как?» За 10 месяцев следствия таких фактов не обнаружено, да и не могло быть обнаружено, так как их не было. То, что такой вопрос был задан, показывает, что самого состава преступления нет, ибо оно не могло совершиться вне времени и пространства. Так сколько же можно рассматривать пустое место? И это при том, что деятельность Абакумова уже разоблачена. А ведь за решением прокурора должна быть очередь в Верховном суде, а потом волокита с пересылкой определения. Короче говоря, я готовлюсь зимовать, а для этой цели определяюсь учеником в сапожную мастерскую, подшивать валенки. Здоровье мое так себе. После выписки из больницы мне предоставили двухнедельный отдых для поправки. Я это время лечился, но результаты незначительны. Завтра пойду сапожничать. Осень у нас мягкая, длинная, и это весьма положительный фактор в поддержании существования. Один из моих друзей, С.С.С. Сергей Сергеевич Серпинский, вернулся в Москву и писал мне, что говорил с мамой по телефону. Он очень милый человек. Мы с ним вместе валялись в больнице, и мое состояние здоровья он знает. Книг у меня скопилось такое количество, что я уже начал ими тяготиться, однако бросить жалко, и я отослал часть уже прочтенных на ваш адрес, чтобы вернуть их маме. Докторскую диссертацию я, можно сказать, закончил. Правда, нужно было бы кое-что добавить, но это можно сделать при подготовке книги к печати. Диссертация должна показать, что защищающий способен работать, а потому неиспользование недоступной по тем или иным причинам литературы не может быть поставлено в вину. Это просто сокращает объем проблем, подлежащих решению, а их и без того достаточно много решено. Теперь я занят подготовкой приложения, специальной главы по исторической географии и выполнением исторических карт. Дело это очень кропотливое и трудоемкое, вряд ли я стал бы им заниматься в других условиях, но зато оно создает такой фундамент для работы, какой имел до меня один только Грум Гржемайло, отец моей специальности. Надеюсь, что после подшивания валенков дратвой я смогу найти силы для интерпретации древнекитайских и хунских энтонимов. Я был бы очень рад, если бы вы с маминой помощью прислали мне несколько необходимых для дополнения работы книг. Первое. Толстов, С.П. Древний Хорезм или по следам исчезнувшей цивилизации. Второе. Окладников, А.П. История Якутии, том 1. Печатается. Третье. Историю Китая, пусть на французском или английском языке, только подробную. Маленьких книг очеркового содержания не нужно. Четвертое. Все, что найдется по истории Парфи, грека Бактри и главное Восточного Туркестана. Тут названий много, не перечислишь. Пятое. Штук 5-10 контурных карт Китая для раскрашивания и нанесения надписей. Это обычные школьные пособия. Пусть хоть что-нибудь. Это даст мне возможность продвинуть работу, а следовательно, моральное удовлетворение, в котором я очень нуждаюсь. Посылать можно бандеролями. Теперь почта хорошо налажена и былых безобразий нет. Что же касается посылки, то и она желательно, так как того, что вы присылаете, здесь нет. Вещи не нужно, они здесь только обуза, но лучше подтолкнуть прокурора. Чего вы сделать не можете. Может быть, сейчас нужен последний толчок. Я очень чувствую, как много вы делаете для меня. И если мало пишу о чувствах, то главным образом потому, что запрещаю себе сантименты, ибо они загоняют меня в больницу. Я знаю, что в сентиментальном плане все неблагополучно, но запрещаю себе об этом думать и отвлекаюсь наукой. Помогает, но не всегда. Целую ваши ручки, дорогая. Искренне ваш Леон. Маму поцелуйте и скажите, что я желаю ей здоровья и успеха в работе. Л. Постскриптум. Я был бы счастлив, если бы сам великий Конрад, Н.И., удостоил внимания мою работу, ибо самому мне она кажется хорошей. Пост-постскриптум. Был в кино. Видел Алешу Баталова. Он играет хорошо, а картина более чем неважная. Речь идет о фильме Хейфитса «Дело Румянцева». После кино, разговаривая, высказали мнение, что если бы в картине был только Алеша с его романом, то это было бы в самый раз. Странно. Я Алешу помню четырехлетним, а тут я его сразу узнал. Хотя он не похож ни на отца, ни на мать. Целую вас. Л. Октябрь 1955. Милая Эмма, был чрезвычайно рад вашему письму. В прокуратуру сходите. Там должно что-нибудь быть. А мне всякая радостная весть нужна для поправки здоровья. Я работаю в сапожной. Только, пожалуйста, не хлопочите больше об улучшении моего положения. Правда, все, включая начальника, видя меня там, говорят «Ха-ха-ха». Но там тепло. А это главное. Я терпеть не могу холода. Плохо только, что я устаю и не могу делать карты исторические. А так и эта работа близка к завершению. Начальство меня не прижимает. И пока жить можно. Только бы не стало хуже. Когда диссертация будет уже в машинке, сообщите мне. Хорошо бы дать ее на рецензию будущим оппонентам. Но мне трудно их отсюда выбрать. Мама опять ухитрилась обидеть меня, выставив моего дружка. Но зачем она это делает? Но я и писать не буду, чтобы ее не расстраивать. Целую вас, дорогая. Леон. 21 ноября 1955-го. Милая Эмма, большое спасибо вам за контурные карты. Они мне очень облегчат работу. Пойдут в дело и те, и другие. Но и тех, и других так много, что даже столько не потребуется. Употреблю остаток для второй моей работы, касающейся Средневековья, то есть с восьмого по десятый века. Там уже есть кое-какой исследовательский текст около пяти печатных листов, но много недоделок, так как много материала не хватает. С ответом очевидная задержка. Он должен бы уже быть. Но есть тому вполне реальное объяснение. Разбираются дела, подлежащих амнистии, а прочие отложены. Вот и приходится ждать вместо того, чтобы где-нибудь отдыхать, что очень не помешало бы. Мое здоровье опять сыграло, как говорят, под подпрыгивающее бревно на повале. Лежу в больнице. Лечусь от животной боли. Сердце тоже не дает о себе забывать. Сегодня вдруг ни с того ни с сего начало останавливаться, как в прошлом году. Откололи и отпоили. Доктора здесь очень хорошие, но лечение не может быть не паллиативным. Я понимаю, что сейчас ничего ускорить нельзя, и тем более жаль, что начало этого процесса запоздало. Я очень спокойно жду результата. Если не в декабре, это значит, что разбор прошел нормально, то к весне, что следует признать несколько затянувшимся пятым актом комедии «Плаща и шпаги». Такой жанр есть. Книга Окладникова оказалась весьма полезной и сузила брешь в сибирском материале. Тоже сделает книга Толстого в отношении Средней Азии. А вот по Китаю и Тибету таких книг на русском языке нет. Это мне предстоит их написать. Мама написала очень теплое письмо на трех открытках, но все-таки вклеила пейзаж. Я начинаю думать, что у нее и к живописи были в детстве способности, но не развелись. Я очень рад, что вы познакомились с С.С. Он очень не глуп и правильно оценивает события нашей биографии. А это то, чего отчасти вам, а в особенности маме, не хватало. Правда, пострадающим персонажем был все тот же я, но надеюсь, что теперь эта серия моих неприятных ощущений прекратится, ибо она была вызвана не злой волей, а просто неумением и незнанием того, что надо и не надо. При этом правильное понимание не потребует никаких дополнительных усилий, наоборот, может сократить их за счет излишних. А мне очень совестно доставлять моим близким людям столько хлопот. Пусть я в этом не виноват, но все-таки вот вы беспокоитесь из-за меня. Насколько лучше было бы веселиться вместе? Письмо это, возможно, несколько задержится, потому что в ларьке нет конвертов. Надеюсь, что скоро достану. Но вы мне, пожалуйста, продолжайте писать. Очень мне приятно ваши письма. Целую ваши ручки и вас, а о благодарности моей за ваше внимание и заботу просто не могу подобрать слов. Искренне ваш, Леон. 24 ноября 1955 года. Гипотеза об общей задержке пересмотра не подтверждается. Ответы на жалобы поступают. Надеюсь, в начале декабря получить от вас приятное письмо и затем уже начать ждать официальное извещение. Это у нас входит в систему. Еще раз благодарю вас за хлопоты и заботы. И целую. Л. 24 ноября 1955 года. Ночь. Поздно вечером мне принесли ваше письмо и книги. Они замечательны. Кажется, по северной и западной границам Хунну у меня весь подытожный материал собран. Очень, очень удачно. Я даже такого не предполагал. Все книги очень нужны. А то, что вы считаете популярной, это итог науки и совсем не так уж она популярна. Танские новеллы мне очень нравятся. Танские новеллы Москва издательства Академии наук СССР 1955 год. Вообще, сегодня для меня большая радость. На днях я выписываюсь из больницы. Возможно, что устроюсь на стабильную, приличную работу с тем, чтобы не лихорадить в ожидании ответа из прокуратуры. Кстати, в какой прокуратуре мое дело? Военной или СССР? Это был самый запутанный вопрос. В прокуратуре СССР дело о пересмотре приговора Гумилева было заведено в феврале 1954 года по жалобе Ахматовой на имя Ворошилова. Летом того же года был получен отказ. В начале 1955 года по ходатайству Эренбурга и Струве на имя Хрущева дело принято было к рассмотрению уже в главной военной прокуратуре. В июле 1955 года туда поступило, казалось бы, уже обреченное дело из союзной прокуратуры. Сообщите, пожалуйста, я пошлю им напоминания, а то даже здесь среди людей привычных ко многому возникает удивление по поводу столь долгого и необъяснимого молчания. Почему они там делают вид, что им непонятно то, что понятно всем людям, хоть сколько-нибудь меня знающим, даже понаслышке? Что касается диссертации, то вам там, конечно, виднее, нужно ли ее давать на рецензию или преждевременно. С помощью присланных мне книг я могу составить несколько экскурсов, которые многое дополнят и украсят. Главное это получить ответ, который не может, не должен быть отрицательным, ведь для этого нет буквально никаких оснований, кроме уверенности, ни на чем не основанной, что ничего так-таки быть не могло, а ничего не было. Очевидно, это слишком парадоксально для того, чтобы в этом признаться самому себе, хотя это секрет Полишинеля. За сало благодарю, оно хорошо пойдет, ибо я не могу есть капусту и могу, но не в силах поглощать манную кашу. Сколько же можно? Целую вас, дорогая, и еще раз благодарю за книги и за милое письмо. Эл. Пятое декабря пятьдесят пятого. Дорогая Эмма, большое спасибо за вашу заботу о моем пузе. Теперь оно будет регулярно набиваемо, ибо обе посылки мне вручены. Это очень кстати, ибо состояние пуза заставляет меня предельно сокращать поступающую в него пищу, чтобы хоть немного сократить трудновыносимую ежедневную боль. За последний месяц я сожрал больше лекарств, чем за всю предыдущую жизнь. Но я не ложусь в больницу и буду держаться на ногах, сколько смогу, и работать, так как мне сейчас наконец дали посильную работу. Чтобы это сделать на год раньше, может быть, я не превратился бы в калеку. Работа так поглощает мое время, что для занятий ничего не остается, но это ничего, только бы скорее пришел ответ, по всем срокам пора. Во мне уже говорит не нетерпение, которое тоже имеет место, а расчет. Еще месяц-два такого ухудшения моего здоровья, и я законченный калека, негодный не только к физическому, но и к умственному труду. А в этом случае мне и возвращаться бессмысленно, так как я себя не прокормлю. Тогда пусть меня кормят до конца баландой, а садиться на чужую шею я не согласен. Лечить меня за казенный счет никто не будет, да и вообще сколько можно. Очень я устал. Больше, чем это полагается для человека, которому надлежит жить. Маме вы не рассказываете о моем физиологическом пессимизме. Нечего попусту ее расстраивать. Я сам понимаю, что будь у тебя физически крепче и не чувствуя этой омерзительной боли, я бы смотрел на мир куда веселей, так как, судя по всему, сейчас живется куда лучше, чем раньше. Но я также понимаю, что для меня эта благодать, пожалуй, запаздывает. Как будто я уже истратил все силы, которые у меня были для поддержания своей жизни, и на продолжение ее у меня ничего не остается. Большое спасибо вам за ваши заботы и участие. Целую ваши ручки. Леон. 7 декабря, 55-го. Невольно задержался с отправкой письма, так как хотел приложить маленькое письмецо для мамы, а писать все мешали. Полагаю, что если до конца этого месяца ответа не будет, можно прекратить ожидания. Кажется, ин... Там просто стыдно признаться в том, что они меня так... Ни за что осудили, и теперь они поэтому тянут, не зная, что сказать. Целую вас, милая, и прошу передать маме письмо и привет. Эл. 10 декабря, 55-го. Дорогая Эмма, да с чего вы взяли, что я на вас сержусь или сердился? Этого не только не было, но и быть не могло. Да и ни малейшего к тому основания не было. Правда, я сейчас в пессимистическом настроении, но главным образом из-за ежедневной боли в животе, причем это боль омерзительного свойства. Боль сия очень влияет на настроение, и если бы ее не было, то, наверное, я был бы куда веселее и приятнее в общении. Но поскольку я сам это сознаю, значит, я понимаю и цену своему унынию. А ваша открытка меня очень порадовала. Тут даже начальство недоумевает, почему пересмотр так затянулся, и при встрече спрашивает об этом у меня. А что я могу ответить? Вы, конечно, тоже ничего не можете по этому поводу сказать, но это и несущественно. Гораздо важнее то, что вы мне написали. Пусть не за неделю, хоть за этот месяц, но будет ответ, причем я не мыслю, чтобы был возможный отказ. Очень вы меня утешили, милая. Сразу поднялось настроение, стало легче дышать. Но надо сказать, что, несмотря на животный пессимизм, я морально чувствую себя лучше и не сержусь больше на маму. Последние письма совсем к этому не располагают, наоборот, позволяют махнуть рукой на все то, что мне было неприятно. А вы пишете так, что лучше не только и не бывает, но и невозможно. Я великолепно соображаю, сколько хлопот я доставил вам и какова сила вашей искренности, если вы продолжаете заботиться обо мне, который, бывал, далеко не так хорош, как это следовало. Я просто поражен тем, что вы можете подумать, что я смогу на вас сердиться. Впрочем, может быть, это из-за задержки ответа, но конверты за последнее время исчезли из продажи. Возможно, и это письмо задержится по этой же причине на день-два. Целую ваши ручки, дорогая, Целую вас и не подозревайте меня в дурных чувствах, ибо их нет. Искренне и благодарна. Леон. Ура! Достал конверт. Отправляю письмо немедленно. Эл. Привет, СС. Прилагаю письмо для мамы. 19 декабря 55-го года. Дорогая Эмма, вы меня очень удивили, больше того поразили. Вашим письмом от 11 декабря. Дело не в том, что ответа еще нет. Я к этому был готов. А все вместе. Я перестал, что ли, вы понимать. Да разве от меня зависят паузы в переписке? Вы просто забываете, где я. В данном случае объяснение весьма простое. Наш цензор, человек больной, и время от времени лечится. И на это время письма задерживаются. Так и это письмо попало ко мне 19-го вместо 15-го. Что касается моего дружка, речь идет о Серпинском, то я никак не мог предусмотреть, что его поведение окажется фривольным. Но он мог и должен ответить на все вопросы, которые теперь возникли у вас, в том числе и касательно свидания. О каком ходатайстве вы говорите? Есть определенный режим, которого никакой начальник не нарушит. Свидание не дают даже дядям и племянникам, а только родителям, детям, братьям и зарегистрированным женам записанным в дело. Я и просил его познакомиться с вами для того, чтобы он объяснил вам, что возможно, а что нет. Правда, он немного чокнутый. Но не настолько, чтобы не быть в состоянии разъяснить столь простые истины. То, что вы надоели прокурорам, это пустяки по сравнению с тем, как они мне. Ведь официально моя жалоба у них двадцатый месяц. Даже после допроса идет четвертый месяц. А для проведения следствия положено по закону два месяца. Конечно, я удручен этим. Да и не может быть иначе. Врут они, что дело движется. Когда здесь был прокурор, он провел переследствие за один день с обеденным перерывом. Для решения нужно еще меньше. Еще удивительное для меня, что вы до сих пор не знаете мои статьи. Вот она. 17.58 минус 8 10. Содержание дела. Дважды привлекался. В 1935 году с составом преступления, разговоры дома. И в 1938 без состава преступления, но будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестокостью. Считал, но не говорил. Осужден в 1950 году как повторник, то есть человек, коему решили продлить наказание без повода с его стороны, то есть с моей. Вот и вся официальная часть программы. Выяснять тут нечего. И поэтому, если дело не движется, то есть не дает результата, значит лежит и дожидается резолюции, какого-то высокого решителя. Очевидно, обсуждается не преступление, а моя персона. Ах, как я бы хотел, чтобы мною меньше интересовались. Тогда уж с полгода назад был бы результат. Милая моя, вы спрашиваете, почему я не задаю вопросов о вашей жизни? А по той простой причине, что я вообще не могу сейчас даже вообразить какую-либо жизнь. Я так отвык от мира, что не в состоянии поддерживать интересную светскую беседу, тем более, что в последнее время я надеялся на положительные результаты, все мои душевные силы уходили на поддержание внешнего спокойствия. А внутренним говорить не приходится. Я расплачиваю за напряженные жизни такими болями в животе, таких я даже представить себе раньше не мог. Здесь жизнь очень трудна, даже в тех случаях, когда она физически не тяжела. Масса людей и обязательных отношений, принудительное сожительство 24 часа в сутки и тому подобное не сравнимо ни с чем, что вы знаете и видели. Сохранить себя физически, эстетически, да еще творчески можно только при удаче, уменье жить в данных условиях. Я не знаю, надорвался ли я уже или только надрываюсь и вот-вот надорвусь. И единственная ниточка, которая меня поддерживает, ваши письма, даже когда они огорчительны. Это, например, расстроило меня, но отсутствие его было бы гораздо хуже. Поэтому я благодарю вас за него и прошу в дальнейшем писать, ибо вы меня жалеете, а я того достоин. Но неужели одно мое письмо пропало? В нем была приписка маме. Я отвечаю на все письма сразу и задержки не по моей вине. Милая, я отлично понимаю, что вы не можете мне помочь в главном, без чего все остальное, призрак. Ох, хоть какой-нибудь результат. Шубу покупайте и не сомневайтесь в этом. Я не оставлял намерения лично переговорить с Левой о его запутанном деле. В письме к нему я намекала на деньги, якобы отложенные на покупку шубы. Никто, кроме мамы, видеть меня не может. Если же мне только скинут срок и пошлют меня в ссылку, то надо будет начать торговлю хунными, тюрками и тибетцами, ибо ссыльный может работать для всеобщей истории, хотя бы снимая подпись. А насчет резинщиков мысль все время возвращается к ним. Если есть возможность нажать, хорошо бы, а если же нет, буду ждать, стиснув зубы. Заявление подать они вам зря советуют, не подавайте. Зачем такие бумажки? Только для их спокойствия. Я не могу сейчас считать свое положение стабильным и игнорировать факт пересмотра, чтобы жить, как раньше жил. Да это и невозможно, ибо ушли почти все мои близкие и приятные люди, и на меня навалилось одиночество. Вдобавок. Мама уже, наверное, получила мои письма. Скоро напишу ей еще, но не знаю, где она сейчас. В Москве? Если да, поцелуйте ее от меня. Целую вас и прошу не сердиться на меня, ибо я не виноват. Эл. 23 декабря 55-го года. Дорогая Эмма, поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы ваша книга, о которой вы отвлеклись по моей вине, была благополучно закончена и напечатана. Речь идет о моей работе над Лермонтовым. На днях я отправил вам очень нервное письмо, ибо был под впечатлением непереносимой животной боли, а теперь она несколько уменьшилась, и я стал оптимистичнее. Бытие живота определяет сознание мое. Каждый вечер, окончив дневные дела и имея полчаса свободных перед сном, я с благодарностью вспоминаю вас, так как вынимаю контурную карту и счастлив, что не надо копировать сетку, как я делал раньше. Карт Китая хватило в обрез, а всей Азии осталось. Но они весьма пригодились. Короче говоря, получается исторический атлас. Этого не было бы, если бы вы не прислали мне карты. А в чем ваша книга? О Лермонтове? Интересуюсь. Целую ваши ручки, и вас, дорогая, надеюсь, в течение января уже перенес надежды на сей холодный месяц получить от вас короткое радостное письмо. Кажется, пора, хотя уже давно пора. Искренне ваш, Леон. Постскриптум. Прилагаю письмо маме, надеясь, что она в Москве. Письмо написано на второй странице почтового листа бумаги. Прочитав его, Анна Андреевна оставила письмо у меня. Почему-то мне кажется, что она там, но, полагаю, сие письмо ее не минует ни в коем случае. Суббота, 24-е, декабря 55-го. Дорогая, милая мамочка, поздравляю тебя с наступающим Новым годом и желаю всего лучшего, а именно переводить китайскую лирику, пользуясь консультациями толкового искусствоведа, например, меня. У нас ударили морозы, сегодня минус 42. Работяги на работу не пошли и отдыхают. Ветер режет лицо, снег стал звонкий и очень крепкий. Надо сказать, климат здесь припаскудный. В Кемеровской области гораздо лучше. В моем существовании заметных перемен и событий нет. День складывается из несения работы, куда входит топка печки с выносом золы и приносом угля. Это наиболее приятная часть. Затем выполнение прямых обязанностей, что тоже отнюдь не неприятно. Поглощение обеда, принятие лекарств и иногда удается часок почитать книгу. Как видишь, пока все относительно благополучно, если не считать морального состояния, но на него не принято обращать внимание. Стало одиноко и пусто вокруг. Много знакомых уехало, многие сидят на чемоданах и нервничают. Я хоть сижу на табуретке, невольно заражаюсь общей нервозностью, и поэтому мне стало труднее размышлять о хуннах, уйгурах и ань-лушане. На последние три письма я не получила тебя ответа, но я не волнуюсь, я думаю, что никакой сверхъестественной причины тут нет, а просто ты чем-то отвлеклась и не ответила. Письмо это к Новому году опоздает, ибо сегодня меня отвлекли занятия и дела, и почта уже ушла. Теперь до понедельника, то есть 26 декабря, а марок для авиа нету. Уж ты не сердись, я не нарочно. Вчера я был в кино, смотрел немецкую картину, куда им до наших. Сейчас самые милые это наши картины, комедии, да еще неплохие французские, они со вкусом, а немцы, видно, никогда не научатся искусству, и будут делать только пуговицы и машинки для заточки карандашей, на большее они не способны. Мороз все держится, я усиленно топлю печку, и пока сижу около нее без бушлата, что является достижением. Сейчас отправляю письмо на Москву, так как думаю, что ты там. Целую тебя, милая мамочка. Эл. 8 января 56 года. Дорогая Эмма, спасибо вам за поздравительную открытку, но письма я пока еще не получил, хотя сам написал два. Не могу не заметить, что ваше последнее письмо произвело на меня впечатление более сильное, чем вы могли себе представить, просто обухом по лбу. Я имею в виду ваш вопрос по существу, да неужели это до сих пор неизвестно маме? Чем это можно объяснить, кроме абсолютного невнимания? Впрочем, лирическую сторону этой проблемы я уже переболел, она стоила мне остатков здоровья. Больше возвращаться к этой теме не стоит, жизнь моя течет без перемен, и я уже перестал ожидать перемену в скором будущем. Работаю сейчас круглый день и устаю, так что заниматься не могу, но работа в тепле и жизни не угрожает. Весной, очевидно, лягу на операцию, а там будет видно. Посылка из Уфы пропала, но ваше сало еще есть и очень меня поддерживает. Желаю вам в новом году творческих и жизненных успехов. Целую ваши ручки, Эл. 10 января 56-го года. Дорогая Эмма, вот спасибо за толковое письмо. Я сообщила Леве о своей поездке с письмом от Анны Андреевны к директору Эрмитажа Михаилу Илларионовичу Артамонову 1898-1972, хорошо знавшему Леву с юности. Очень оно мне понравилось, хотя новая задержка пересмотра сулит мне опять больничную койку. Лева понимал, что новые авторитетные ходатайства безусловно затянут пересмотр его дела. Дело в том, что я сейчас тянусь из последних сил и лечь в больницу пока не соглашаюсь сам, ибо если лягу, то развалюсь вплоть до нескорой поправки. Задержка будет не менее двух месяцев, а там еще столько же в Верховном суде. Значит, это до весны. Столько я на ногах не вытяну, но, по-видимому, ничем ускорить нельзя и следует с этим примириться. Такой подход весьма поднимает мое настроение, создается огромная жажда к продолжению и усовершенствованию диссертации, и с помощью присланных вами книг можно еще многое сделать. Сейчас мешают боль и непрекращающийся завал работы. Правда, роптать на это нельзя, ибо лучше работы для меня здесь не бывает. Подробности вашей жизни меня очень заинтересовали, особенно касательно Михаила Илларионовича. Не надумает ли он прислать мне оттисков или открытку, чтобы я мог ему ответить. Я очень хотел бы задать ему несколько вопросов по скифам, ибо область охвата моей темы территориально расширяется. Стало много новых проблем, но материала нет, и я пока мажу этюды вместо основного полотна. Отзыв Николая Иосифовича будет для меня решающим, и я жду его с нетерпением, как много пробелов в моих знаниях о Дальнем Востоке. Очень хорошие книги Окладникова, умница он, вот кого бы мне редактором. Огорчаюсь по поводу Серунчика. Мы знали, что у него легкая форма эротомании, но полагали, что это пройдет, а вместо этого получилось ухудшение. Но его надо жалеть и прощать. Он очень бедный и по существу хороший, хотя может вызвать в собеседнике резкое кратковременное раздражение, которое не нужно принимать всерьез. За маму я почему-то спокоен, то есть убежден, что все с аппендицитом кончится благополучно. За нее я волновалась столько раз осенью 51-го, и тогда основания оказались. Я на расстоянии почувствовала ее болезнь сердцем. Большое спасибо вам за хлопоты и заботы. Если уж надо досиживать зиму, то, пожалуйста, пришлите мне еще книг, так как эти я почти отработал. Направление моих интересов вы уловили, на этот раз. В магазинах национальной литературы есть шахнаме на таджикском языке, вот бы его мне. Все это принесет в случае моего возвращения плоды и фрукты. Танина посылка пропала, но я обхожусь, мне очень мало надо. За 220 рублей спасибо. Наверное, через месяц они попадут ко мне в руки и будут очень кстати для больничного подкрепления сладостями и вкусностями. Маме я недавно послал письмо в город, а теперь поцелуйте ее и попросите не расстраиваться и не болеть. Имеется в виду Ленинград. Еще скажите, что снег у нас белый. Это шутка о природе, пусть она не обижается. Целую вас, дорогая Эл. 23 января 56-го Эмми. Получаю я письмо и вдруг из него протягивается рука и мне в ухо в другое, в третье. Да как здорово при этом. Все это мне очень понравилось и привело меня в совсем иное настроение, то есть в хорошее. Иной раз отлупить полезно, в данном случае, например, спасибо. Ну теперь вы с мамой все обо мне знаете, я просто не знаю, что писать. Главное, впрочем, то, что единственная сложность в моем деле это полнейшая невозможность с помощью закона, даже при максимальной гуттаперчивости, примотать мне обвинения. А то, которое есть, примотано при нарушении двух принципиальных статей Уголовного кодекса, из коих любая, повод для касации. Им просто стыдно, что такое безобразие имело место. И они ищут паллиатива, имея на самом деле альтернативу полной реабилитации или продолжения затяжки. Вот это и скверно, что они избрали второе и тянут, как будто что-нибудь им неясно, или они хотят что-то найти. Сами знают, что искать нечего, а повода для продолжения репрессии я не давал и не дам, пусть не надеются. Очень я огорчен маминой болезнью. Если бы еще операция, она не сложная, не страшная, так это бы ничего. А страдать животом очень плохо. По себе знаю и чувствую. Зря вы думаете, что пропавшая посылка не была послана. В это время несколько посылок пропало, и в том числе моя. Может быть, она доедет до Владивостока и вернется. Не исключено и это. Возможно, что я лягу на операцию и тоже аппендикса. Вот совпадение, если только не будет лучше. Это не страшно. Хуже всего затяжка пересмотра. Затянулось дело за пределы нормального. И чего они наводят тень на плетень? А от сала еще есть кусочек. Вот, помогло мне оно. Замечательно. Спасибо, милая Эммочка, за вразумительное письмо. Целую и жду ответа на предыдущее, последующее за открыткой. Леон. Прилагаю письмо для моих двух Кирюх, все речь друзей, с одним из коих мама знакома и может он ее передать. Л. 29 января 56. Дорогая Эмма, простите, что пишу карандашом. Я в больнице и первый день в нормальном сознании. После операции аппендицита пять дней плавал и не то, что писать, говорил еле-еле. Ваша открытка меня очень порадовала. Больше, чем очень. Сам себя никогда правильно не оценишь. Соседи тоже не авторитет, так как они заражены теми же болями и недостатками. Я знаю, что должны быть недоделки, но доделать пустяки, если основное хорошо. Плохо другое. Ухудшение привело меня в больницу, теперь я на поправке, но место в библиотеке вряд ли ко мне вернется. Через месяц я выйду, и что тогда? Опять тяжелый труд. Отсюда опять повышение моего интереса к ответу из прокуратуры. Через месяц я неизбежно буду портить здоровье, только что поправленное, чего хорошо бы избежать, разумеется. Вы не в силах помочь, но, может быть, можно последний раз справиться. Сколько можно проверять? Пора бы ответить. Впрочем, Щедрин сказал, чтобы оправдаться, надо быть выслушанным, а они от этого старательно уклоняются. Целую вас, дорогая, выздоравливающая медленно, но неуклонно, Эл. — Милая Эмма, ну что делать с мамой? Какого черта она упорно дает ленинградский адрес, несмотря на мой прямой вопрос? Куда писать в Москву? И сама же обижается. Тьфу, злюсь. Пишу открытку, ибо конвертов нет. Мне сегодня сняли швы. Лечит хорошо. Я, конечно, рассчитываю верно. В марте ответ быть должен. Новая задержка от Лукавого. Она не нужна. Она плод чьей-то злой воли. Ох, и не нравится она мне. Серунчика, слушайте, он около 25% говорит дело. Остальное, конечно, хлам, но и этот процент немал, имеется в виду Серпинский. Его надо прощать, жалеть и любить. Он того достоин. А что касается разрыва психологии, то вы правы, он неизбежен. Даже тогда, когда из дому нормально сообщали новости и делились настроением, а не отписывались метеорологическими сводками с лирикой и без, я его уже испытал, хотя был молод, здоров и крайне терпим. Если до 1 марта ответа не будет, надо жаловаться, так как, значит, есть злоупотребление. Надо требовать просмотра самих пересмотрщиков и нечего бояться. Сколько можно? Целую вас, дорогая. Леон. 5 февраля 1956-го. Дорогая, милая Эмма, вчера я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если вы его не отдадите и передадите содержание своими словами. Но я был так раздосадован. Ну что я мог другое написать? Ох, полагаю, что было бы уместно по поводу пересмотра обратиться к съезду, указав на бессмыслие оттяжек, ибо они не к добру. Я из-за болезни упустил время написать заявление, но если оно и зайдет от мамы, это будет еще более веско. Оснований к тому достаточно, а для наивного оптимизма нет никаких. Прошу вас объяснить ей маме. Здоровье мое улучшается, боли в животе прошли. Я просто отправляюсь от операции очень медленно, ибо психический стимул к поздравлению отсутствует. Целую вас, дорогая. На днях напишу открытку маме. Леон. 22 февраля 56-го. Милая Эмма, еще раз благодарю вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов. Она выдержана на уровне академической посредственности, и поэтому может служить пособием для моей темы, пока достаточным. Жаль, что до сих пор нет ответа. Это действует на нервы не только мне, но и начальству, который никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений. Впрочем, это семечки, важен результат. Я обратился к прокурору по надзору и просил его написать от себя напоминание и усовестить моего разбиральщика. Он обещал. Но достигнет ли это цели? Собственно говоря, вся моя жизнь на данном этапе заключается в одном ожидании, и ничего другого в меня сейчас не втиснешь. Сейчас не осталось сил даже для мечтаний и для воображения, поэтому я не могу себе представить ни маму, ни вас, ни городских улиц, ничего. Укатали сивку крутые горки. Очень вас прошу, пишите хоть открытки, пусть пустые. В этом есть моральная поддержка, но не о природе, а так, например, ничего, пока нового нет, но ждем, и тому подобное. А то я долго ничего не получал и стало еще хуже на душе, чем обычно. Целую, Леон. Пришла открытка. Но это вы круто с Сирончиком. Впрочем, он может довезти кого угодно, хотя он меня с мамой отнюдь не ссорил. Это вы на него зря. Ну да ладно, это не проблема. Историю таджикского народа не присылайте, она здесь есть на таджикском языке. Я читаю. Целую, Л. 1 марта 1956 года. Милая Эмма, все получил. И письмо с отзывами, и три книги, и письмо от 24 февраля с обещанием результата в начале марта. Очень-очень рад всему. Из вашей книги я прочел пока только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к истории. Роман еще не начал читать. Сначала увидев его, я подумал, ну, дело пошло на затяжку, раз мама и Эмма посылают мне книгу, которой хватит на полгода. Но потом я сообразил, что у мамы совсем иное отношение. К времени. То есть она попросту не может рассчитать его. И я оказался прав. Катастрофы нет. И я спокойно живу, ожидая ответа. Пора уж. Все мои знакомцы, с коими я поглощал маминой посылки, уже пишут мне из дому. Я тоже хочу домой. Ваша сердитая открытка была мне очень приятна. Так и надо поступить другу. Я, лежа в больнице, психовал и мог зря огорчить маму. Спасибо. Но Серунчик ни в чем не виноват. А что он говорит глупости, так он их всегда говорил, и никто на него не обижался. Пусть его. Он душевный и милый. Передайте ему мой сердечный привет. Очень хорошо, что вы прислали мне отзывы. Они очень подняли мое настроение. А что они задержались по дороге, не беда. Мне сразу стало легче дышать. Умница. Мое здоровье стало лучше. Жуткие, омерзительные боли исчезли, только рана заживает очень медленно. До 15 марта я на излечении. Вот бы получить за это время от вас телеграмму о результате. А там можно ждать определения. Это тоже не скоро, но зато спокойно. Так что и роман прочесть успею. И марки ваши израсходую. Но это все ничего. Лишь бы настало. Целую вас, дорогая. И благодарю. За А. Заботу. Б. Внимание. Ц. Ругань, ибо к месту. Д. Книги. Е. Отзывы. Ф. Прощение Сергунчика. Г. Хлопоты. И. А. Верность беде. Это главное. Еще раз целую вас. Искренне. Леон. 8 марта 1956 года. Милая Эмма. Ждал, ждал от вас письма, но ничего не дождался. Может быть, я нетерпелив. Да где же взяться терпению? Неужели опять ничего? Теперь уж кажется, никакой оттяжки быть не может. Простите, дорогая, что я к вам пристаю, но право только от вас и можно добиться толковых ответов. Ради бога. Сообщите все как есть. Неизвестность выматывает хуже всего. Книги получил. И очень благодарен вам за заботу. Я их уже почти прочел и частью отработал. Занимаюсь сколько можно, но можно меньше, чем хочется. 15 марта кончается мой отпуск по болезни. И до сего злополучного дня хотелось бы получить от вас весточку. Что и как. Я стараюсь не психовать. И кажется, успешно. Но все-таки целую вас, дорогая. Леон. Обязательно привет, ССС. Он милый и добрый. Эл. 10 марта 56-го года. Милая Эмма, вчера я послал вам и маме письмо, а сегодня пришла ваша открытка от 1 марта. Я потрясен радостью. Даже чуть-чуть заболел от нее. 25 февраля 1956 года закончился 20-й съезд КПСС. Через несколько дней я пришла в главную военную прокуратуру за очередной справкой и получила долгожданную весть. Приговор будет опротестован самим генеральным прокурором СССР. Об этом я написала Леве 1 марта 1956 года. Это как будто воскресенье. Появился новый стимул жить, охота к работе. Один друг мне сказал, у вас есть будущее, но нет настоящего. Это отчасти верно, но мои мысли и знания, которые благодаря присланным книгам растут, это уже кое-что. Как мне жаль, что вам приходится так волноваться и маму жаль. Посылка прекрасная, материально я ни в чем не нуждаюсь. Я, как чувствую сейчас ваше участие и заботу, и мои обиды прошлогодние совсем прошли. Прошу вас, поцелуйте маму и успокойте ее. Приободрите, как можете. Я постараюсь держаться и не поддаваться ни болезням, ни тоске. Целую вас и от всей души. Благодарю. Леон. 14 марта 1956 года. Милая Эмма, ну вот и середина марта, а вот сын и не там. Я решил, хватит нервничать, ждать и мучиться ожиданием. Я решительно взял себя в руки и с завтрашнего дня переквалифицируюсь на холодного сапожника. Месяца за два научусь, а там буду приобретать опыт. Это работа по моим силам, и, надеюсь, что к концу года буду подбивать подметки и подшивать валенки. Больше не хотите справляться. Это, видимо, бесполезно, так как нет ни одного основания, чтобы не освобождать меня, а этого все же не делают. Значит, просто не дадут никакого ответа, а будут делать вид, что чего-то не хватает. Я знаю, чего не хватает. Моей вины. Но ее и не будет, поэтому ее можно искать до бесконечности. Похоже, что меня реабилитируют, как Чаренца или Вавилова. Ну что ж, делать нечего. Буду жить, как жил до сих пор. Книги, если они будут, присылайте. Я занимаюсь наукой больше из интеллектуальной потребности, чем из желания на ней заработать. Поэтому книги меня очень радуют, безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать две старых книги «Якинф. История Тибета» и «Хухунора» и «Василия Григорьева. Восточный Туркестан». Купить их нельзя, это библиографические редкости, но, может быть, можно достать в институте востоковедения с возвратом. Это последние крупные вещи, которых мне не хватает. Я очень понимаю и ценю вашу заботу обо мне. Я знаю, что никто в жизни так мне не помог, как вы. Жалею только, что мне нечем отплатить вам. В знак моих чувств посылаю вам прядь волос. Больше ничего у меня нет. Может быть, я напрасно вдался в пессимизм, но пусть будет приятный сюрприз, я его переживу. Целую вас, дорогая моя, Эл. Постскриптум. Теперь напишите о вашей жизни, успехах, литературных планах, а также о маме и ее делах. Я уже способен жить обычной жизнью и интересоваться ею. Я спокоен и буду спокоен. Леон. 23 марта 56-го. Милая Эмма. Уф, так оно и бывает. Как придешь в отчаяние. Ай, тут-то и оно. 14 марта я вам послал пессимистическое письмо с прядью волос. А вы в это самое время дослали мне очень отрадное письмо. Очевидно, 19 марта заседание опять не состоялось, ибо телеграммы я не получил, но, может быть, получу завтра. Вместо нее пришли бандероли со всеми книгами. Я их уже просмотрел. Очень выразительно. Правильно говорил Микоян о нашем институте. Дремлет, сукин кот. В докладе первого заместителя председателя Совета Министров СССР Микояна на 20-м съезде КПСС с 16 февраля 1956 года говорилось так. Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Востока. Но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот институт дремлет и по сей день. Не пора ли ему подняться до уровня требований нашего времени? Правда. Москва. 18 февраля 1956 года, номер 49. Страница 6. Такая импотенция творческой мысли, что я даже не мог подумать, что это возможно. А перевод, в кавычках, шахнаме, возмутительная халтура. Переводчик не знает А. Языка, Б. Истории, В. Русского стихосложения, но обладает, видимо, наглостью и блатом. Ничего похожего на гениальное произведение великого автора. Если бы Фердоси писал так, как Липкин, его бы никто не читал и не знал. Маленький совет. Писать мне лучше всего авиапростые письма. С заказными морока. И потому они медленнее доходят. А о результате известия пожалуйста, сразу, хоть открыткой. Все очень это интересно. И не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанным красным перцем. Ведь после решительного заседания еще будет морока в Верховном суде. Тоже протянется месяца два. Но тогда уже будет виден конец и жить будет легче. Ах, как хорошо, что вы мне сообщаете, что и как. Без вас я бы и спсиховался, ибо мама здорово утаивает от меня. Все для меня интересное. Очевидно, она не считает меня способным что-либо ощущать. Поцелуйте ее от меня и попросите выздороветь. Это очень зависит от настроения и желания. Например, я чувствую себя много лучше и бодрее. Вам за это спасибо. Целую вас и жду, жду, жду. Леон. Постскриптум. Посылаю письмо сегодня, ибо если задержать до субботы, то не пойдет до понедельника. А в китайской технике есть полезные сведения. К сожалению, я сейчас не могу заниматься, так как нет условий. Буду пока читать и думать. Еще раз целую. Привет, ССС. Он милый. Не предавайте его опале. 26 марта 56. Дорогая, эта моя работа, увы, не закончена. Она представляет продолжение моей кандидатской диссертации. Хронологически она начинается там, где была оборвана ТА, то есть в 680 году восстанием голубых тюрок против империи ТАН. Однако за 7 лет я сам изменился, и возраст наложил отпечаток на стиль изложения, поэтому будет рационально оставить ту работу как отдельный том, изменив ее название на историю Срединной Азии на рубеже древности и Средневековья. В этой книге трактуется история раннего Средневековья, причем эпоха логически замыкается уходом уйгуров из Северных степей и пробелом в китайской историографии. С начала X века наступает 300-летний темный период, в который степь была заселена выходцами из Восточной Сибири. За это время они сложились в народ, называвшийся сначала татары, а потом монголы. Также обрывается история Тибета, где в 860 году распалась Туфань, государство, претендовавшее на гегемонию в Азии, и Тибет распадается на ряд замков и кочевых племен, не связанных друг с другом. Также обрывается традиция у западных тюрок, которых втягивает в свою орбиту ислам. Итак, указанный период истории Срединной Азии доведен до своего логического конца и может считаться описанным достаточно полно, за исключением нескольких пробелов. Первое. Нужно добавить для фона описание гибели династии Тан в Китае и отражение нашествия киданий на Китай. Материал в Де-Ля-Гран-Династии Тан и Кордье Женераль Хиз. Этого хватит для фона. Второе. Историю Тибета-Китайской войны и внутренней борьбы в Тибете между буддизмом и религией Бонн. Материал Иак История Тибета и Хухунора. Том 1. Этот пробел отчасти может быть восполнен приложением книги моей статьи о тибетской пиктографии, которую можно и подсократить. Третье. Недостаточно использована тюркская эпиграфика. Четвертое. Следует уточнить подробности отюречивания оазисов западного края, но это особая большая тема, исследование которой может быть основано только на археологии. За исключением этих не особенно важных пробелов история Срединной Азии в раннем Средневековье закончена как третья книга по истории этого района или как второй полутом кандидатской диссертации. Это письмо я получила в Бандероле вместе с официальной аннотацией, датированной 29 января 1955 года. На чистом листе этой аннотации было написано письмецо без даты. «Милая Эмма, Евгений Владимирович, мой искренний друг, он может вам и маме рассказать обо мне все как есть, целую вас и маму». Далее были написаны Левой два адреса, очевидно, для Евгения Владимировича. Его фамилия осталась неизвестной, чтобы он мог найти Анну Андреевну и меня лично. Но не по своей вине, как он сам пишет, он не смог нам зайти. Вместо этого он прислал почтовую бандероль с, во-первых, аннотацией, во-вторых, данным письмом, написанным 26 марта 1956 года, и, в-третьих, собственным письмом, цитированным мною выше в статье. Его письмо пришло в Москву 24 апреля 1958 года, а ушло из Нового села Тернопольской области 13 апреля 1956 года. Аннотация должна была быть мною передана туда же, то есть тем же ученым, которым я передала присланную почтовой посылкой налево в октябре 1955 года основную рукопись. Отсутствие конца письма 26 марта 1956 года возможно объясняется тем, что Лев Николаевич, вернувшийся в мае 1956 из лагеря, забрал его у меня. 3 апреля 1956 года. Дорогая Эмма, в ознаменовании того, что очередной припадок пессимизма у меня прошел, я решил толково ответить на ваше письмо. Наш диалог воспроизводит разговор в палате номер 6. Нет. Настоящего у меня? Нет. Любая радость даже не изменяет течение моего существования. Любой успех в науке не улучшает моей жизни. В этом основное отличие. Если я в городе или в Москве прочту хороший доклад, мне либо повысят зарплату, либо напечатают и заплатят гонорар, либо предложат приватную работу и так далее. А здесь ровным счетом ничего. Все мои труды вложены в будущее и в моем настоящем вызывают лишь зависть окружающих и как результат оной ухудшение моего положения. Сейчас я уже не продолжаю занятия, стало невозможно. Впрочем, это не беда, ибо должен же быть, наконец, результат. И он все определит и прояснит. Теперь второе. Опустошенности душевной у меня нет, но есть отсталость от возраста. Здесь время стоит, и душа в анабиозе, а тело стареет. И вот в чем дисгармония. Психологический возраст мой отстал от физического лет на десять. Ну что тут хорошего? Это не лучше опустошенности обывателя, хоть и не то. Мечты о будущем вообще действуют вроде валерьянки, но я и этого лишен, ибо жизнь изменилась до неузнаваемости. Мое поколение уже отживает, а мне предстоит лишь начинать жизнь. Все личные отношения, которые у меня были, порваны косой хроноса. Это я чувствую отчетливо. Поэтому я просто не знаю, о чем мечтать. Поэтому я принял следующую установку на будущее. Доживать по силе возможности, охраняя свой покой и одиночество. Это не очень весело, но как будто лучшее из возможностей. Во всяком случае, советская наука от этого выиграет. Телеграмма, посланная в среду, достигнет меня в пятницу. Жду не только я, но и вся почтовая контора, ибо всем сие интересно. Пока я принимаю сочувствие окружающих, изучаю сыма Тяня. Целую ваши ручки и вас, Леон. 8 апреля 1956 года. Милая Эмма, большое вам спасибо за разбор Татьяниной психологии. Кто-то из лагерного начальства с непонятными намерениями попросил у Лёва получить психологическое объяснение Ахматовой реплики Онегина к Татьяне. Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Анна Андреевна отказалась отвечать на этот вопрос. Чтобы не оставить просьбы Лёвы без ответа, я послала свою трактовку этой ситуации. Кажется, это так и есть. Из-за ясности, хотя она не полна. Неясно одно. Это последнее заседание, заседание прокуратуры перед подачей в Верхний суд или заседание Онова для вынесения определения. Разница тут непринципиальная, а в отношении срока, ибо в первом случае еще месяцы, ситки. А вообще ваши письма отнюдь не расстроили меня, а наоборот успокоили. Конечно, я продолжаю томиться ожиданием, иначе быть не может. Однако, видя, что дело сдвинулось, я чувствую себя лучше и даже гораздо. Неопределенность всегда омерзительна. А материалы сессии не трудитесь доставать. По Средней Азии у меня уже есть весь фактический материал, он очень скуден по интересующему меня периоду. К тому же, Сыма Цяньп поглотил все мое внимание и надолго. Эта книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. К сожалению, у меня опять нетворческий период. На работе устаю, мест для занятий нет, а это минимум условий, без которых нельзя. Вся моя работа была написана урывками, когда я просто не мог не писать. Затем весенняя усталость. Зима всегда тяжела, а это было осложнено болезнью, и в результате я вымотан. Просто удивительно, как сильно зависишь от температуры воздуха. Прошу вас, продолжайте писать, хотя открытки. Маму целую и приветствую. Целую вас, Леон. 10 апреля 56-го года. Эммочка, перечтите Чехова и убедитесь, что роль доктора принадлежит вам, а не мне. Но помимо этого, сие философский двухтысячелетний спор, лишь оформленный Чеховым в билеталистическую форму и отнюдь нерешенный. Кроме того, взаимопонимание не исключает споров, иначе будет цитатничество и начетничество. То, что ваше письмо было интересно и в точку, доказывается тем, что я стал подробно отвечать, а не отписался, чем попало. Задержка ответа начинает мне казаться странной, но подождем еще неделю, если опять не будет, значит, дело под сукном. Это, кажется, единственный способ продолжать консервировать меня. Умоляю, продолжайте писать информооткрытки, с ними легче. За посылку спасибо, ибо я уже все подъел и буду рад подкреплению сил. А мама не пишет? Ну, ничего. Верно, не может от беспокойства. Целую ее и вас, Леон. 14 апреля 56-го. Дорогая Эмма, ваше открыткое письмо пришли одновременно. Последнее меня весьма порадовало, но задержка продолжает меня изумлять. У вас произрастает оптимизм, но надежды не заменяют действительности. Я следую вашему совету, читаю древнекитайскую историю и продумываю прочитанное. Авось найдет применение. Вполне понимаю чувства мамы и ваши. Ведь я-то претерпелся и научился ждать, а это вообще очень трудно. Если будете присылать мне книги, то прошу по древнему периоду, то есть до пятого века нашей эры, а к средневековью у меня пропал вкус. Передайте маме мои приветы и поцелую. Благодарю вас и целую. Леон. 21 апреля 1956-го. Эмма, спасибо. В каждом письме благодарю и всегда есть за что. Во-первых, за присылку корейской поэзии. Это много лучше цюй-юаня. Но, во-первых, проще, а во-вторых, мама научилась. Во-вторых, за приятное известие, что в моей судьбе наконец приняли участие те, кому это надлежало бы сделать давно. Ведь ни для кого не секрет, что моя беда это только литературное наследство. В-третьих, обещание скорого результата, хотя... Вы видели картину «Веселые звезды» с Тарапунькой? Там неудачливый конферансье сочиняет стихи о себе, но слова не влезают в строку, и он их обрезает, так что получается так. Но чего-то не хвата и никакого результата. Это смешно. И представьте, так меня сейчас дразнит, конечно, по-дружески, сочувственно. В-четвертых, хорошо, что исследования об Ань, Лушане и Кюль Тегине удались. Я надеюсь, что их можно будет привести в состояние аналогичное Хунскому, дабы получился монолит, а они доделки не так уж страшны. Важно то, что есть, а не то, что чего-то не хватает, всегда чего-нибудь не достает в большой книге. В-пятых, на заботу о моем животе действительно у меня усилился аппетит и кончились деньги. Так что это мое последнее авиаписьмо, а в табачном аспекте я с Махорки перехожу на стрелу. Маме я написал в город, надеюсь, ее там письмо застанет. Мой большой привет милому ССС. Ему же просил кланяться Сергей Константинович. Целую вас, милая, и еще раз благодарю. Леон. Пост в скриптум. Лимоны не посылайте. Они очень кислые и портят вкус чая. Перец лучше. Это ответ на ваш вопрос. Л. 26 апреля 56-го года. Милая Эмма, спасибо за открытку. Я и сам уже расположился ждать до после праздника. Я взял себя в руки, переломил настроение и старательно делаю успехи на моем новом поприще. Качество я уже достигаю, теперь нужно достичь быстроты в работе. Посылка еще, увы, не пришла. И я в очередной стадии по оперизации. Просьба, позвоните СС и пусть он напишет Федору Федоровичу, нашему с ним другу, по адресу город Иваново, главпочтамт, до востребования. Он будет очень рад. В свободное от работы время я сплю, немного читаю и обдумываю историю Древнего Китая. Эта тема неисчерпаема. Если бы можно было начать жизнь сначала, я учил бы китайский, а не персидский язык. Целую вас, дорогая. Спасибо, Леон. На авиа нет денег. 7 мая 1956 года. Милая Эмма, ваше письмо, посвященное живописи, пришло только третьего дня, но очень мне понравилось. Вероятно, вы правы, но так как я не видел картин, то что я могу сказать? Сыма Цяня вам читать, пожалуй, трудновато. Это самый трудный источник, сложнее вообще не бывает, а комментарий недостаточен. Я не понимаю, чего они думают. Какой читатель настолько знает историю Древнего Китая, чтобы разобраться в калейдоскопе имен и географических названий? Я разобрался, но ведь я специалист. Но и у специалиста издание вызывает досаду, почему перевод не сделан полностью. Ведь этим нарушена композиция книги искажен замысел автора удивительно бессоремонное обращение с гением. Сила сына Цяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно. Китаист Лазарь Исаевич Думан под общей редакцией с предисловием и комментариями которого вышла избранная сына Цяня. То, что была пауза, не беда. Но теперь-то уж должен быть конец. Не правда ли? Целую и благодарю. Леон Постскриптум. Эмма, вы умная, дайте мне совет. Как в жизни дальнейшей жить? Это значит, какие взаимоотношения у меня могут возникнуть? Старые, которые восстановятся, или совсем новые? Я совсем запутался, а в нашем психическом состоянии любая доля неопределенности ядовита. Мама, внеся в меня эту неопределенность, причинила мне очень много боли и вреда для здоровья. Серунчик может вам рассказать, как я чуть не помер от сердца, а ведь это было на нервной почве, когда вместо ответа на вопрос посылались описания тополя. Я не представляю, насколько изменилась в жизни люди, а когда не представляешь цели, то как к ней стремиться? Но стремление домой единственный стимул жизни. Я должен знать, чего хотеть. Разумеется, не в плане карьеры, а в плане психической жизни, то есть взаимоотношений. Даже если ответ опять затянется, то решение, подсказанное вами, вернет мне покой, который мама зачем-то разорила. Это было с ее стороны жестоко и бессмысленно. Не знаю, зачем она это сделала. Я имею в виду воскрешение воспоминаний. Но дело не в том. Что и как. Привет, ССС. Его я люблю. Эл. Перечень обид. В семейных преданиях Хазиных сохранились два эпизода из жизни Нади. Когда ей исполнилось шесть или семь лет, на ее день рождения были приглашены гости. Они играли в детской. Зашли туда взрослые звать к праздничному столу на праздничное угощение. Смотрят, никого нет. Надя сидит одна. Где же твои гости, изумились старшие? Они ушли домой. Почему? Я им намекнула. Как же ты намекнула? Я им сказала, пошли вон, вы мне надоели. Так рассказывал мне Евгений Яковлевич. Прошло года два-три, Наденька уже гимназистка, у нее завелась закадычная подружка, назовем ее хотя бы Зиной. Девочки забегали друг к дружке, каждый день провожали вначале одну, потом шли обратно и провожали другую, совсем неразлучны. Вдруг подружка исчезла. Наденьку спросили, что это Зина не видно? А я ее износила, был ответ. Собственно говоря, в этих двух сценках запрограммировано многое из Надиной будущей жизни. Во-первых, страсть к звуку слов, смысл которых не совсем для нее ясен. Во-вторых, чувство собственного интеллектуального превосходства. Видимо, ей скучно было садь своими, заурядными девочками. И, наконец, крайнее своеволе и бесцеремонное отношение к людям. Центральный эпизод ее юности был рассказан мне ею самой в первый период нашей дружбы, когда она часто ночевала у меня. Не исключено, что в ее рассказах присутствовал элемент фантазии, и не все было в действительности так, как она передавала. Но в таком случае самые ее грезы и фабульные преувеличения не менее характерны для ее личности, чем подлинные происшествия, случавшиеся с ней в ранней юности, почти в отрочестве. Она рассказывала так. Ей не исполнилось еще шестнадцати, когда она влюбилась в своего репетитора. Он олицетворял собой ее идеал, был умен, образован и вдобавок стремился к политической деятельности. Во всяком случае, еще до отъезда Нади из Киева в 1921 году он успел побывать депутатом Рады. Этот репетитор был другом и товарищем самого старшего Надиного брата. Естественно, что он относился к ней очень бережно. Но Наде это не нравилось. Мириться с неисполнением своих желаний она не привыкла. Самая младшая в семье она была всеобщим баловнем. Она решилась. Убежала из дому на маскарад, заинтриговала там какого-то незнакомого поручика, поехала с ним в номера. Вернувшись домой, немедленно позвонила по телефону своему репетитору и торжествующе сообщила о случившемся. Тот взвыл и потребовала, чтобы она тотчас к нему приехала, что и было выполнено. Вы подумайте, в одну ночь двое, восхищенно говорила она мне. Восхищалась и я. Но не острыми ощущениями юной распутницы, а смелостью и решимостью шалой девчонки. У меня было чувство, что я имею дело с существом какой-то другой породы. И я приняла Надю в свое сердце такой, какой она была. Когда настала моя очередь исповедоваться, я рассказала ей нечто диаметрально противоположное, и именно оно и позволило Наде заметить. Это напоминает мне Ахматову. Когда мне было 16 лет, я влюбилась в мальчика, которому было 14. По мнению старших школьниц, он был похож на Амура, пухлые розовые губы, ослепительные ровные зубы, он был косоглаз. Но у него был прелестный взгляд, у него был сочный, свежий, уже не ломающийся голос и широкие плечи, а лицо освещалось прекрасным чистым лбом, тонкими выписанными бровями и широким нежным виском. Точную копию такого лба можно было видеть на портретах, в то время висевших всюду рядом с портретами Ленина, Макса и Энгельса, а сейчас не подлежащих у нас в стране упоминанию, нигде, никогда, ни в коем случае. Мой мальчик пошел в мать, русскую женщину, а лоб взял у отца. Надеюсь, читатель уже догадался, что речь идет о Льве Давыдовиче Троцком и его старшем сыне. Он учился со мной в школе один год, так как я окончила в 16 лет 7 классов, а ему оставалось еще два. Я поступила в университет, где целый год металось, меняя факультеты. У меня должен был образоваться новый круг, новые интересы, но нет. Ничто не могло увлечь меня в этом разрушающемся заведении. У меня был приятель, который жил поблизости от меня, и мы вместе ходили в университет, хохотали и спорили. У меня была моя любимая подруга Елена, но не было новой жизни. Конечно, с моим 15-летним героем у меня тоже не было и не могло быть общих интересов, но мир погас с тех пор, как я его не видела. Это задержалось на четыре года. В первое же лето после окончания школы, лето 1920 года, когда я слышала в политехническом музее Блока, мой младший брат вернулся из школьной подмосковной колонии и по-детски рассказывал, как он с мальчиками подсматривал за моим героем и его одноклассницей. Они объяснялись в любви. Эта детская болтовня погрузила мою душу в черную яму. На ноябрьскую демонстрацию я пришла в ненавистной мне университетской колонии, а он, ставший тем временем студентом Рапфака со своими сокурсниками. Столкнувшись случайно с колонной старой школы, подошел поболтать и мой брат. Слышал, как, заметив меня в отдалении, он воскликнул, «Ой, как Герштейн подурнела!» Я лежала в кровати и выла целый вечер, благо квартира была отдельная. Но каково было моим родителям? На Арбатской площади на углу Поварской против Праги была фотография. Гуляя, я увидела в витрине фотокарточку двух очень-очень юных друзей с прическами Бобриком, возвышающимися сантиметров на десять над их головами и над этим лучезарным лбом. Это были мои знакомые, одноклассники Миша Разовский и Лева Троцкий. Какой у него был веселый и смущенный взгляд. Я пережила это как солнечный удар и долгое время была больна. Летним вечером мы встретились случайно на воздвиженке. Тогда она называлась улицей Коминтерна. И он немного прошелся со мной. В то время шла партийная дискуссия о профсоюзах. Он сказал, что его отец пишет вправду полемические статьи, но Бухарин их не печатает. Я заметила, что ненавижу Зиновьева и Каменева, потому что они олицетворяют надвигающуюся косность и тривиальность. Каменев не так плох, не согласился он со мной. Правда, он подаванец. Оказывается, Каменеву ставилось вину, что в свое время он подавал прошение на высочайшее имя о помиловании. Он сказал, отец уверен, что партия в конце концов убедится в его правоте. И еще он упомянул, что Ленин болен, а популярность его отца мешает то, что он еврей. А потом мы простились, и он пошел к троицким воротам по асфальтовой дорожке, пересекавшей по диагонали, замощенную булыжником круглую площадь. И я ничего не видела, кроме зубцов стены, темнеющего летнего неба, на фоне которых шел человек с широкими плечами, как будто он один в мире. Позднее я прочла в конармии у Бабеля описание точно такого ощущения судьбы человека, удалявшегося под взглядами товарищей. Я написала ему письмо, и мы встретились для того, чтобы передать его из рук в руки. Свидание у Большого театра происходило летним утром, и моя старшая кузина, невестка Надя, в то пору я нравственно прислонялась к ней, впоследствии вспоминала, что в моем рассказе об этом свидании он совсем не фигурировал, а все дело было в том, как освещало солнце театральную площадь. В ответном письме он мне писал, что когда мы учились в школе, он ко мне относился больше, чем просто хорошо, но потом он со мной не встречался, естественно, забыл. А Соня, та самая, что была в школьной колонии, была самой интересной девочкой у них в классе. И я тогда же подумала, что у него психология офицера, ограниченного интересами своего полка, но он добавил, что весь их роман, в кавычках, был построен на самолюбии, и потому они чаще бывали в ссоре, чем в дружбе. Он был недоволен, что я упомянула в моем письме о влиянии на него отца, и решительно заявил, что взял фамилию матери, ушел из Кремля, поступил на рабфак, бросив школу, и поселился в студенческом общежитии. Видимо, он был благородным человеком, потому что после падения отца стал ему другом и верным помощником, хотя фамилию его не носил уже никогда. В 1926 году отец его выступал в сплатной лекции в Доме Союзов. Я была, и он мне тогда уже не понравился, его тип ораторского искусства показался мне слишком французистым, особенно когда он, театрально подняв руку, закончил патетическим обращением «братцы-шанхайцы». Опальный вождь не занимал уже руководящих государственных постов, но мог еще выступать как общественный и политический деятель по поводу такого значительного события, как забастовка в Шанхае. А его старший сын Лев, моя бывшая любовь, стоял в очереди с билетами с компанией комсомольцев. Не помню, узнал ли он меня, мы, кажется, даже не поздоровались. Он пошел с товарищами на галерку, и оттуда они делали политическую атмосферу зала. А в пустом первом ряду портера вертелась и оглядывалась по сторонам сильно нарумянинная женщина лет 30, известная многим мужчинам еще со времен фронтов Первой мировой войны, где она подвязалась в качестве сестры милосердия. Это была Левина жена. На подступах к этому браку я случайно видел их вместе. 18-летнего Леву и истасканную, но красивую, зеленоглазую В. В Ялте, в компании так презираемой мною золотой молодежи, веселившейся в доме отдыха совнаркома. Я пришла туда к знакомой мне со школьных лет дочери врача, связанного служебными и приятельскими узами с моим отцом. В их компании отдыхал тот жгучий брюнет в кожаной куртке, с которым Лева учился на рабфаке и жил с ним в одной комнате. В Крым я ездила с доктором, который хотел на мне жениться. Мне было с ним невыносимо скучно. И вся курортная жизнь показалась сплошным мещанством. И вот Лева чувствует себя в этой пошлой обстановке, как в своей стихии живет женщина и старше его на пятнадцать лет. Ночь я провела без сна в номере ялтинской гостиницы, вглядываясь в шумевшее за окном море. Уже совсем рассвело, когда я обернулась. На диване сидел мой жених и не сводил с меня глаз. Он просидел так всю ночь, и я забыл о его существовании. Я думала о своей ошибке. Сегодняшняя встреча была безапелляционна, как смерть. Я со стыдом вспоминала тот ужасный вечер, когда я зазвала Леву к себе. Говорю, зазвала, потому что он стал избегать незнакомых семейств, подозревая, что я буду хвастать перед родными знакомством с сыном Троцкого. Как же он мало меня знал. Увидев, что я живу в отдельной комнате, он попрекнул меня комфортом, сравнивая мои жилищные условия со своей неиспорченностью. Его товарищ и сожитель женился, и им приходится жить втроем в одной комнате. В 1925 году, когда мы встретились в Ялте, после тяжелого и длинного разговора, он сказал сокрушительное «Это нездорово, тебе надо лечиться». И как же легко отнеслась ко всему сказанному Наде, мой новый друг. Она удивительно умела действовать на угнетенную психику. Она снимала все комплексы, ведь главным лозунгом ее жизни было «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно». Выслушав мою исповедь, она сказала «Это похоже на Ахматову». «Вот эта буржуазная особа вообразила, что может быть рабкором в вашей газете», обратился Мандельштам к своему гостю, указывая на меня «Я обомлела». «Разве так рекомендуют?» «Да, именно так. Вы ничего не понимаете», возражала «На следующий день Надя». После своего иронического вступления Осип Эмильевич стал восхвалять мои литературные способности, уверяя, что я могла бы делать другое, если бы не и так далее. Собеседником и гостем Мандельштамов был журналист, назначенный во вновь преобразуемую газету за индустриализацию. Он набирал туда штат. Поскольку он стал бывать у Мандельштамов, предполагалось, что он был человеком выдающегося ума и широких взглядов. Тем не менее, изящные словесные выверты Осипа Эмильевича на мой счет не произвели на него никакого впечатления. Он даже не пригласил меня зайти к нему в редакцию. Евгений Яковлевич продолжал увлеченно спорить с ним на исторические темы. Не отставала и Надя. Как они любили этот жанр. Между тем, кличка «буржуазность» преследовала меня совсем незаслуженно. Мой отец был тружеником, а не буржуа и происходил из самой демократической среды. Но мне не могли простить нашу квартиру и жизнь на всем готовом. Еще хуже был штамп «Рафинированный интеллигент». Это звучало как ругательство. Мне приходилось часто выслушивать его в редакции газеты, где в течение года я вела отдел «Мы знаем что». То есть выжимала из рабкоровских писем по три строки отдельной хроники для последней полосы. Когда заведующему отделом надоело смотреть на мой грустный вид, он меня сократил. Май 1927 года. Я позорно плакала горькими слезами на виду у всех сотрудников. Агапов, работавший в той же редакции, приводил в пример другого выходца из буржуазной семьи, тоже рафинированного по его словам, а вот же сломался и ходит розовый. Речь шла о стройном мальчике, который в первые дни являлся в редакцию вместе с мамой, изящной женщиной, кажется, тоже журналисткой. Очень быстро юноша прижился в газете, доставляя в редакцию прекрасные фотоочерки. Звали его Роман Кармен. А сам Агапов, между прочим, сламывался на моих глазах. Я видела через витринное стекло нашей редакции, как он шел по Тверской, весь опущенный, еле передвигая ноги, а потом появлялся в редакционном кабинете эдаким внушительным бодрячком в синей блузе. Чтобы попасть в другую газету, оказывается, надо было пройти экспертизу. Это было новостью. В редакции «Известия» эксперт дал мне обработать небольшое сообщение о выступлении товарища Ярославского где-то на заводе. Я просидела час, измарала все гранки, и когда подала, с позором провалилась. Причиной моего увольнения с нового места работы лета 1928-го послужила опять-таки моя пресловутая буржуазность. Казалось бы, кто мог прельститься должностью делопроизводительницы в тресте утильсырье? А вот нашлась и у меня конкурентка, библиотекарша научно-технического отдела. Когда за полной ненадобностью этот отдел был ликвидирован, она механически лишилась работы. В годы НЭП это было катастрофой, найти место было очень трудно. Примириться со своим увольнением она не могла, но, узнав о ее претензиях, даже видавшие виды члены месткома удивились. Она высмотрела меня в канцелярии и требовала, чтобы вместо нее уволили меня, так как я живу в семье и мой отец вполне обеспечен, он врач Кремлевской поликлиники. В месткоме твердо знали, что кто не работает, тот не ест, что родители обязаны содержать своих детей только до 18 лет, и даже воцарившаяся безработица не могла их заставить нарушить эти заповеди. Но моя конкурентка опиралась на свое родство с председателем Центральной партийной контрольной комиссии. В действительности она была только его однофамилицей. Тем не менее она добилась своего. Я вернулась к разбитому корыту, а она села за мой стол регистрировать входящие и сходящие 300 утиль сырье. Конечно, это было незаконно, и мне следовало защищать свои права. Но для этого надо было обладать умением говорить с начальниками и общественностью и иметь совсем другие нервы. Мои были в таком расстройстве, что следующую службу в качестве секретаря рабочих вечерних курсов я восприняла как каторжную работу. Уходя с курсов, я бежала к трамваю по Таганским переулкам, как будто за мной гонятся требовательные, капризные и властные рабочие. Я не могла служить на этих курсах по своему психическому состоянию, но в перспективе маячила биржа труда с ее очередями, и я не смела бросить работу. Что было делать? Я глотнула большую дозу опия, имевшегося у меня как лекарство. В это время позвонила по телефону моя Лена. А мне не так уж хотелось умирать. И я и сказала о случившемся. Меня откачали. Был устроен семейный совет, в котором деятельное участие принимала Лена. Она отвердила, тебе надо переменить среду и советовала моему отцу достать мне путевку в Узкое. Десять дней, и так это излишняя роскошь для такой бездельницы, как я. Так постановила Надя невестка. А ее мнение имело большой вес в нашем доме. Что я встретила в Узком уже известно, но как неважно было для моей внутренней жизни знакомство с Мандельштамами, оно не могло заменить мне профессию. Между тем, у меня было высшее образование. В первые годы после революции прием в университет был свободным. Мы с Леной, например, записались на философское отделение, когда ходили еще в седьмой класс гимназии, превращенной уже в единую трудовую школу. В университете мы застали еще таких философов, как Бердяев, Ильин Гегельянец, впрочем, он читал в музыкальной школе Гнесиных в маленьком особняке на Арбатской площади, Кублицкий, слушали историка Кизоветтера. Но вскоре вся эта блестящая профессура уехала навсегда за границу, и университет производил впечатление барского дома, отданного на попечение управителя и домашней челяди. Конечно, так казалось не всем. Многие студентки удовлетворялись лекциями высокопарного и претенциозного Бродского, деятельного, маститого, но традиционно мыслящего Сокулина, не замечали чванства и ограниченного педантизма Пиксанова. Особенно увлекались лекциями и семинарами Переверзева, его прямым резким умом и мягким характером, его демократизмом и чувством личного достоинства. Но что мне было до его толкования Достоевского с точки зрения упрощенного социализма? Мне, посещавший философские диспуты и слышавший выступления Андрея Белого. Но что особенно отвращало меня от университета, это вузовцы. В аудиториях в ожидании лектора они пели хором, на вечерах танцевали под духовой оркестр, в общежитиях предавались бурным страстям. А мне видело что-то напускное, аффектированное, взвинченное во всем, что они делали. У новых людей были чуждые мне вкусы, другие повадки, другие понятия о добре и зле. Мне кажется, что пошлость и развязность студенческой аудитории пугало даже Брюсова. В университете он чувствовал себя менее уверенно, чем в организованных им литературных курсах, куда принимал учащихся по отбору, то есть уже реализовавших свои литературные способности. Я помню его подавленный и растерянный вид на лекции, когда все девицы по инерции объявляли первым поэтом Блока, а мужчины в красноармейских шинелях на распашку вскакивали на кафедру, перепрыгивали через спинки студенческих скамей и орали под Маяковского свои стихи. Однажды Брюсов не выдержал и обратился к аудитории. — Что вы все так любите Блока? Ведь он плохой поэт. — А кто хороший? — возмущенно кричали из рядов. — Пастернак! — удивил всех Брюсов. Он продемонстрировал. — Как слепой щенок молоко всею темью пихт неосознанной «Пьет сиянье звезд частокол». Подобные строки пугали своей сложностью. Оказывается, писать стихи очень трудно. У многих опускались руки. У меня тоже заглохло тяготение к собственной литературной работе. В Брюсовский институт мне ходу не было, ведь я ничего не писала. У меня сохранялась мечта переехать в Петроград, но Надя-невестка меня запугивала, что я не справлюсь с самостоятельной жизнью без помощи родителей. Перспектива поселиться, может быть, в студенческом общежитии с этой ужасной бойкой современной молодежи меня парализовала. Цвет передового литературоведения, сосредоточившейся в Петрограде, тоже отпугивал меня новизной деловитого, сухого и замысловатого формального метода. Правда, я любила читать книги Шкловского, но не за его теории, а за отдельные умные афоризмы. Окончив зимой 1924-25 годов в трехлетний упрощенный курс отделения языка и литературы факультета общественных наук в Московском государственном университете я вместе со всеми выслушала на путстве ректора. Он признал, что университет не дал нам в руки никакой специальности. Лучшее, на что вы можете рассчитывать, это на место бухгалтера, горько пошутил он. Тут-то я ощутила конкретно, как правы были все мои родные, уговаривавшие меня поступать на медицинский факультет. Тогда было общее тяготение в технические вузы. Считалось, что эра гуманитарного образования кончилась, а надо иметь в руках хорошую гуманитарную практическую профессию. Я даже пробовала учиться на естественном факультете, но это было мне совершенно не в моготу. Отец устроил меня в издательство. Правда, на должность делопроизводителя в канцелярии, но считалось, что полезно войти в штат, а там способности и желания откроют дорогу и для более интересной работы. На моих глазах взяли на место секретаря литературного отдела комсомолку, которая с большим достоинством покрикивала на сильный пол «Рукам воли не давай, а то!» До тех пор я думала, что так разговаривают со своими ухажерами только горничные. Но теперь господ нет, а следовательно нет и понятия горничные. Комсомолка начала самостоятельную работу в отделе, трудясь над редактированием политических брошюр. Я же своей пышной от природы прической, грустным лицом и неуместно острым языком вызывала только раздражение. Я написала директору письмо полное высоких стремлений, и он перевел меня из канцелярии в корректорскую. Через три недели, усвоив квалификацию подчетчика, я подала заявление об уходе. Меня не задерживали. А вокруг все были при деле. Большие люди, получившие с приходом революции возможность реализовать свои проекты в театре, искусстве, медицине, воздухоплавании, работали в полную силу, с увлечением. В одно время с нами, часто в одном городе, жили и действовали замечательные личности и издалека украшали нашу жизнь, бросали отблеск великого и талантливого на наши будни. Не прошел еще и энтузиазм маленьких людей, впервые приобщившихся к цивилизованной жизни. Другим давало чувство завоеванного счастья победы на фронтах гражданской войны. Наконец, люди, просто любящие честно работать, были рады, что кончилось сумятица войн, продразверстки, национализации, приспособились к условиям специфического быта и жили. Не надо забывать также о чистолюбцах. Они не могут существовать без ощущения восходящей карьеры. Хуже всех было гуманитариям. Здесь больше всего чувствовалось насилие над мыслью. Все было заменено марксистскими концепциями, неумело декретированными до мелочей. Это приводило к отсеву. Многие педагоги бежали из школы на нейтральные профессии, стенографисток, чертежников, конструкторов, механиков, бухгалтеров. Эти добились более высокого уровня материального положения, и они жили у порядочения интеллигентов в бытовом отношении, но с ними было душно. Однако, не надо забывать, что, несмотря на оковы вульгарного социологизма, именно в эти годы создалась «Брестящая школа советской текстологии». Открыли XVIII век в русской литературе, прочли заново Пушкина, научились анализировать поэзию. Открылись такие новые области культур-трегерства, когда художественное чтение с эстрады, больше всего артисты-чтецы любили выступать в клубах, где устраивались тематические литературные концерты, лекционная работа, ритмика и пластика, наконец, спорт. А вот почему окружающие меня люди не могли спокойно взирать на мою апатию. Как можно в такое время ничего не делать, спрашивали они? Ничего не знает, ничего не умеет, а все критикует, говорили другие. Понятия наследственности врожденных склонностей были отменены, поэтому они не могли понять, какое право имеет неэрудированный человек критиковать, допустим, мутилилистическую философию. Надо уметь приспосабливаться, писать так, как положено, преподносили третьей нехитрую житейскую мудрость, но вот этого я как раз и не умела. Идеалом было положение так называемых попутчиков в литературе, но у них был талант и имя, завоеванное еще до революции. Кто же мог на это претендовать? Тебе не нравится наше общественное устройство? Так борись, наконец, говорил мне вышедший из терпения отец. Я не знаю, способна ли я вообще к политической борьбе, требующей храбрости и твердости, которых у меня не было, но если бы посредством тренировок я достигла некоторых успехов в этом направлении, я не видела бы вокруг себя политических единомышленников и союзников. Враги советской власти, контрреволюционеры в прямом смысле этого слова были мне социально чужды. Помещики, крупные промышленники, офицеры царской армии и духовенства я бы не могла пробыть в их среде ни одного дня, и они в большинстве своем антисемиты, меня бы не приняли. Среди антисоветски настроенных людей в то время еще сохранялись такие, которые были тесно связаны с этой средой, несмотря на эмиграцию их главных представителей. В рядах меньшевиков или эсеров, разбитых, но все-таки еще существующих, хоть в ссылках или на поселении, я бы скучала. Они казались мне ограниченными своими партийными поэтического чувства истории. Вот каким образом с самой молодости, не принадлежа к побежденным классам, я чувствовала себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре, но не было знаний, были определенные вкусы в искусстве, доступные немногим, но не было умений и таланта. Словом, я принадлежала к числу тех, кто, по слову Евгения Яковлевича, не помещался в современной жизни. У меня был закат Европы, самого того времени, когда он вышел в русском переводе 1923-й. Эта книгла жилась мне в душу как родные слова. Именно тем, что там проведен водораздел между людьми разной культуры, независимо от их профессионализации и эрудиции. Что касается различия между культурой и цивилизацией, это было усвоено мной еще раньше, на лекциях Бердяева. Конечно, мне был не по плечу широчайший диапазон аргументации Шпенглера. Материал из всех областей знания, которым он оперировал. Но наступление чужеродной толпы на высокоразвитую личность можно было ощущать без эрудиции. Это была данность. Цезаризм уже витал в воздухе, а отдельные афоризмы Шпенглера меня окрыляли. Например, о морали больше всего говорят там, где ее нет. Или о незавершенности братьев Карамазовых, как о признаке великого произведения. Когда я дошла до концепции Шпенглера об арабской культуре, исключительной на общем фоне смены культур, я подумала это обо мне. Философ говорил, что отсутствие исторической судьбы и было судьбой арабов. А так как свобода есть понятая необходимость, мне стало легче от этого сознания. Выходя ежедневно на улицу, я радовалась жизни, думая, вот я иду по земле, я живу без судьбы, и это тоже жизнь. Но все-таки, когда позже я прочла стихи Мандельштама в Армении, они показались мне еще ближе своей непримиренностью. Я бестолковую жизнь, как мула свой Коран замусолил, время свое заморозил и крови горячей не пролил. В 1929 году я училась на курсах машинописи, а по окончании поступила личным секретарем к Ольге Каменевой. Она уже в это время впала в ничтожество. Была председательницей добровольного общества техника массам, а не Вокса, как раньше. Через год ее еще понизили, переведя в добровольное же общество друг детей и так далее, до ареста в 30-х годах и расстрела в Орловской тюрьме во время войны. Уже начались пятилетки, и выступать надо было по новому ритуалу. Ольга Давыдовна диктовала мне свои заготовки у себя дома, начинала с великим пафосом, бурный рост соцсоревнования, но дальше дело не шло. Я тоже не могла ничего придумать, и тогда призывался великодушный Песис, один из немногих сотрудников Вокса, к которому Ольга Давыдовна смело еще обращаться после своего падения. Лев Борисович Каменев жил не на своей квартире по Манежной улице, а где-то на Арбате у своей второй жены, а к себе приходил только писать в своем кабинете или читать вслух маленькому Юре сказки Пушкина. Иногда я печатала в его пустующем кабинете. Это была огромная комната, уставленная в несколько рядов столожами с книгами. В центре этой великолепной одной из лучших в Москве библиотеки стояло конторское бюро с крышкой гармошкой. Я заставала на нем недопитый стакан крепкого чая и пепельницу с наполовину выкуренными папиросами. Все это стояло со вчерашнего вечера. К моему приходу домработница еще не успевала убрать кабинет. Каменев работал над своей рукописью о Герцене. Случалось, что он просил меня через Ольгу Давыдовну были сделаны мелким, на редкость разборчивым почерком. Я чрезвычайно тяготилась этой работой. Мои друзья мне сочувствовали. Елена ненавидела эту мою службу, потому что я была занята на ней целый день и часто по вечерам. Она в эти годы еще жила со своим будущим мужем Осмеркиным на положении второй жены. Пока он не развелся в 1931 году с первой и не поселился вместе с Еленой, она пребывала в постоянном нервном трансе и нуждалась в подруге для излияний. Она обрывала телефон Ольги Давыдовны, чтобы я разделяла ее волнение по поводу тысячу раз на дню претерпеваемых ею мелких уколов. Осип Эмельич сочувствовал мне, понимая, что положение личного секретаря в домашней обстановке к тому же унизительно и совершенно мне не подходит. В самом деле, вы же не можете быть какой-то Оленькой в доме. Надя, невестка с моим братом посоветовали мне уехать в район и работать в избе-читальне или в сельской школе. «Они предлагают вам самоубийство!» Еще больше возмущался Мандельштам. Но как не поносил он эту мою работу, он не мог пройти мимо искушения заинтересовать своей судьбой такое видное лицо, как Каменев. Ведь шел только 1930-й год, и Каменев еще действовал на культурном и литературном фронте. Мандельштам задумал получить через меня протекцию Ольги Давыдовны к Каменеву. Она согласилась, и Каменев принял Мандельштама в своем кабинете на Манежной. Затем они перешли в столовую, куда из любопытства явился и старший сын Каменевых, летчик по имени Лютик. Я оставалась за машинкой в комнате Ольги Давыдовны. Через некоторое время туда вбегает Лютик и обращается ко мне со странными словами. «Я вам советую водить знакомство с мужчинами, которые могут вас опекать, а не с такими, которым вы должны покровительствовать». Мандельштам отозвался о Камене сдержанно, Гелехртер. Мне было странно слышать такую характеристику о недавнем члене правительства, но он настаивал, указывая на ограниченность мышления Каменева и немецкую аккуратность в его кабинете. Для Осипа Эмильевича Каменев не сделал ничего. Но Ольга Давыдовна попыталась найти Мандельштаму какое-нибудь занятие в обществе техника массам. Он приходил туда несколько раз, однако заведующая учебно-методическим отделом по фамилии Рапопорт говорила мне сокрушенно, «Мандельштам замечательный поэт, но с программами техникума, увы, увы, ему делать нечего». Вскоре после этой неудачной попытки Мандельштаму уехали в Армению. Перед отъездом Надя надавала мне массу поручений, между нами велась оживленная переписка. Они пригласили меня провести отпуск в доме отдыха на озере Сиван, обещая достать путевку на месте. Это было заманчиво. Не какой-нибудь Крым или Кавказ, куда ездили все, а неведомое озеро и далекая поездка. Притом я буду с Мандельштамами. К этому времени у Ольги Давыдовны отобрали штатную единицу наличного секретаря, и я числилась в штате общества как сотрудник какого-то отдела. Но я протестовала на этот раз яростно. Кричала «Мы не крепостные». Придумывала все новые и новые уважительные причины, вплоть до того, что выхожу замуж, ничего не помогало. За этой эпопеей с любопытством следил весь коллектив, а я отписывала обо всех этих перипетиях Мандельштамом. Наконец администрация сдалась. Теперь началась эпопея с билетом. Я выстояла в очереди с ночи и счастливая ликующая вернулась домой с билетом в кармане к концу дня. Я числилась уже в отпуске. Меня встретил смущенный отец и, выдержав небольшую паузу, сообщил, пришла телеграмма от Мандельштамов. Они извещали, что им не удалось достать мне путевку и чтобы я не приезжала. Только тот, кто занят на обязательной службе или учащийся закрытого учебного заведения может понять, что значит сорванный отпуск. В отчаянии я позвонила по телефону в Ленинград, где гостила в это время моя Лена, не связанная сроками, так как она была человеком свободной профессии, занималась художественным чтением. Она не только не смогла устроить мне ничего в Ленинграде, но еще упрекала меня за причиненное беспокойство. Я думала, мой папа умер. Звонить по междугородному телефону из-за пустяка. Сытый голодного не разумеет. Ей казалось это пустяком. Глубокой осенью, когда Мандельштамы вернулись из Армении, я поняла, чем была вызвана их безобразная выходка. Эмма, мы были вынуждены сжечь ваши письма, деликатно сказала мне Надя. Они очень живые, Ося даже хвалил их. Но разве можно так писать? Служба опиум для народа. Они жили в таком высокопоставленном окружении, что испугались моего языка. Когда этот разговор происходил, я уже совершенно забыла о нанесенной мне травме. Я с юмором рассказывала о летней поездке в Геленджик, который заменил Армению, и я была поглощена совсем новыми отношениями. Недаром у Мандельштамов меня называли Фениксом. Семья зубного врача из нашей районной поликлиники сняла на лето дачу в Геленджике. По просьбе моего отца они присмотрели там и для меня комнату. Скучище. В том же домике поселился с семилетним сыном Юрой, какой-то военный из Ростова-на-Дону. В соседнем доме жил его однокашник. Военные формы они здесь не носили, и я считала их кавалеристами. Мой сосед был красивый плотный блондин из крестьян, очень стеснительный. Впрочем, когда он передавал свои наблюдения о жизни, это было интересно. Больше всего он любил говорить о конях и даже помянул в чьи руки перешел в знаменитый и находит с Троцкого. А я и не знала, что такая лошадь существовала. Рассказал про давний курьезный случай в Кисловодске. Пришло известие, что туда едет Троцкий. Местное начальство переполошилось, навели чистоту, посыпали дорожки. Троцкий приехал, да не тот. Это был его сын. Вот как вел себя, оказывается, мой бывший герой. Наш рассказчик видел в Кисловодске Сталина, очень грубый, кричал на мать. Как-то она задержалась, когда Сталин уже пошел садиться в машину. Он крыл ее матом при всех. В предаточном предложении наш собеседник упомянул, когда я прочесывал лес, во время Гражданской войны, спрашиваю я. Нет, недавно. Я недоумеваю. У нас идет 1930 год. Оказывается, раскулачивание. А, карательная экспедиция, дерзко усмехаюсь я. Мои зубврачи и глазом не моргнули. Геленджик неважное место. Там закрытая бухта, но все-таки пляж есть. А если сделать далекую прогулку, открывается море во всей своей красе. Все было хорошо, если бы не очереди в столовой. Во всех столовых несет кислой капусты и томатами. Приезжие лежат на пляже, а потом идут в двухчасовую очередь за обедом. Но мы в очереди не стояли. Наши военные дали нам талончики, и мы обедали в особом зале. Там были красивые официантки, особенно одна высокая, с выгоревшими на солнце волосами, золотисто-смуглая, зеленоглазая, говорят, бывшая графиня. Мой сосед запасся в геленджике двумя мешками орехов. Перед отъездом он стал их сортировать и перебирать, сидя на веранде. Ого! Вы хозяйственный! Вы кулак! Смеюсь я. Вот тут мои зубы врачи не выдержали. Отозвали меня в сторону. Вы бы поосторожнее все-таки. Он хотел встретиться со мной в Москве, хвастал гостиницей, где всегда останавливался, на Сретенке, Селект. Я не понимала, что это за гостиница с зеркальными окнами. Что ему особенно импонировало. Когда зубы врачи собрались домой, наши военные достали им билеты и мне обещали. Вместе поедем до Ростова дня через два. Мы остались вдвоем в опустевшей даче. У хозяйки заболела дочь неизвестно чем, опасались скарлатины и, боясь за своего Юру, мой сосед не велел ей входить в дом. Ночью он является ко мне в комнату. Пощечин я ему не надавала, но хоть и с трудом выгнала его. А на следующий день расплата. Зачем я буду доставать вам билет? Кто вы мне? Ну, как я теперь буду выбираться из этой проклятой бухты? Отпуск мой кончается. Я побежала на станцию, туда не подступишься. Записалась в очередь, возвращаюсь домой, собираюсь идти опять отмечаться. Но мой торг Квиней уже насладился мщением и стал меня уговаривать. Ну, куда вы? Дежурить в такой очереди? Можно ведь тифом заразиться. На следующий день мы поехали на пристань через весь город в какой-то бричке. Юра, я, рядом со мной по обеим странам два командира, через плечо портупея в кабуре револьвера и фуражки с голубыми околышками. Это были ГПУшники. Вот откуда гостиница Селект. Это их пристанище в Москве, как я потом узнала. Нас провожают завистливыми взглядами, но одна женщина из очереди за билетами, интеллигентная, молодая, измученная, озабоченная, как она посмотрела мне вслед. Мы сели на катер, плывем до Новороссийска и попадаем в сильнейший шторм. Мой кавалер не обращает на меня ни малейшего внимания, он занят Юрой, держит его на коленях и качается с ним в обратном направлении. Катер подбросит вверх, он наклоняется. Катер нырнет, он выпрямляется. Накренится вправо, он качнется налево, вперед, назад. И так все два часа плавания. В Новороссийске на вокзале посадили меня с Юрой дожидаться в железнодорожном отделе ГПУ. Выправили билеты. Идем на посадку и тут выясняется, что нас разместили в разных купе. Что тут сделалось? Он ревел и грозил на платформе, не садясь в вагон. Публика сбегалась и в испуге удалялась. А я слышал только одно слово. Депеша, депеша, пришлю из Ростова. Ничего не помогло. Сажая меня в вагон, он успел шепнуть. Вы поаккуратней болтайте. С вами едет член коллегии ГПУ. Он не смел входить в наше купе. Это вовсе не мой муж, нахально заявил я в ответ на какую-то реплику моих новых спутников и уткнулась в книгу. Это были бесы Достоевского, купленные в Москве у Букиниста за три рубля. Было жарко, мы держали дверь купе открытой. Только на станциях закрывали, чтобы не впустить четвертого пассажира. У нас пустовало одно место. Стоило моему важному спутнику выйти в коридор, его обступали разные пассажиры, старались обратить на себя его внимание. Особенно отличались Эпроновцы. весьма элегантные и жизнерадостные молодые люди. Они рассказывали анекдоты, а он хвастал своей молодой женой. Говорил, что вывез ее из Ташкента и, как видите, стоило того. Она действительно была красива, стройная, с маленькой головкой, гладко причесанная, но упорно молчала. Стоит в дверях купе, смотрит по сторонам в окна и ни слова не произносит. Вдруг откроет рот и пропоет тоненьким голоском одну фразу «Зацелую тебя, ах, зацарапаю!» И опять молчит. Значительное лицо описывало, как хорошо их угощали в Тифлисе и Эриване. Очень весело они путешествовали, только наш новороссийский поезд он ругал. Попали на него случайно из-за какой-то неувязки в расписании и все жаловались на медленный ход. Поезд был не скорый, а пассажирский. От нечего делать я тоже стонало. «Как мы ползем?» «Так вы ж никуда не торопитесь», заметил мой спутник. «Так сидеть и посматривать в окно вы можете хоть целую неделю». Наметанный глаз у члена коллегии. Он спросил меня, где я работаю. Я сказала, а потом как будто не знала, а вы где работаете? Я работаю в ГПУ. А что, разве нельзя в ГПУ работать? Видно, в глазах у меня что-то мелькнуло. Но я ответила бодро, конечно, почему же нет? Такое же учреждение, как и всякое другое. Он все-таки хотел обелить себя в моих глазах. Я работаю в экономическом отделе. И хорошо, что так сказал, ловить спекулянтов, думали мы все, и это дело благородное. Тут попросилась к нам в купе простая женщина, да еще с больным ребенком. «Вот эту мы пустим?» Вопросительно обратился он ко мне. «Конечно, я одобрила его решение, и мы уютненько доехали так до Москвы. В Ростове я простила со своим геленджикским покровителем. Он был очень смущен и боялся болтовни Юры по приезде домой к маме. Подъезжаем к Москве. Спутник любезно снимает мой чемодан. Спасибо за компанию, всеобщее оживление, всех встречают, меня никто». У выхода с вокзала вижу. Быстрым шагом идет член коллегии. Совершенно другое лицо. Козырек фуражки надвинут на глаза, в углу рта жесткая складка, кругом суетятся подчиненные, жена важно садиться в машину. Мы в столице. Некоторое время спустя я рассказываю Наде о ночном геленджикском приключении с ГПУшником. Она говорит, какая вы дура, а я бы обязательно попробовала. «Эмма, вы флиртуете с моим братом?» услышала я в телефон веселый голос Нади. Она была возбуждена и обрадована возвращением в Москву из Армении. Мне был очень приятен ее удивленный тон, хотя она сама способствовала нашему сближению. Несколько раз она писала из Эревани Евгению Яковлевичу, поручая ему снестись со мной по ее неотложным делам. Наконец я спросила его, не сердится ли он на Надю за то, что она его гоняет ко мне. «Если бы я не хотел, я бы не приходил», ответил он твердо. До тех пор мы встречались только у Мандельштамов или при них. Где бы они ни жили, Евгений Яковлевич навещал их чуть ли не ежедневно, всегда без жены. То он прибежит поделиться с Надей впечатлениями от прочитанного тома «Мемуаров Сен-Симона», то заведут они разговор о трагической истории индейцев. Нередко с иронией упоминали конструктивистов. Благо, Софья Касьяновна была женой поэта Адуева и принимала у себя в салоне членов этой литературной группы. Постоянным объектом для шуток и насмешек была Женина теща. Она была предана музыке, давала уроки пении, была труженицей, но ревностно придерживалась в жизни стиля артиста. За глаза ее величали безотчество, просто милита, а учеников ее, Женя и Надя, прозвали пивунчиками. Иногда Евгений Яковлевич позволял себе обнаруживать грусть, признаваясь в неустроенности своей жизни, в неумении приспособиться к требуемому стандарту, хотя у него уже вышла книга для старших школьников, историческая повесть из времен Великой Французской революции. Мы сиживали с ним на сундуке против Нади, а она лежала или сидела с ногами на тахте. Уходя, он брал меня под руку и говорил тоскливо «Уедем куда-нибудь», и мы все трое знали, что ехать нам некуда. Из Киева пришло известие о смерти их отца. Перед отъездом на похороны они позвали меня на Страстной бульвар. Ни Осипа Эмильевича, ни Елены Михайловны почему-то не было. Мы сидели втроем, они говорили о случившемся, рассказывали, как он, бросив уже адвокатуру, просиживал до последних дней жизни за письменным столом, занимаясь, если не ошибаюсь, математикой. Надя с любовью вспоминала его фразу «Больше шестнадцати часов в сутки я работать не могу». Рассматривали его фотографии. Эти несколько часов, проведенные вместе в трудный для них день, я долго хранила в своей душе. С того дня, как Елене Михайловне посулилили пять рублей за вежливое обращение со мной, я пользовалась ее абсолютной ненавистью и презрением. Еще в первой неделе знакомства Евгений Яковлевич дал мне из своей библиотеки книгу Розного «Легенда о великом инквизиторе». Мандельштамы куда-то уехали, и у меня не было случая вернуть книгу. Наконец я позвонила по телефону, подошла Елена Михайловна, и я слышала, как на вопрос Евгения Яковлевича, кто его просит, она ответила «Это Эмма». Чтобы загладить ее грубость, Евгений Яковлевич потом рассказывал, что все в доме были поражены моей обязательностью, ведь книги никто не возвращает. Но грешно было бы зачитать такую удивительную книгу, как прозрение Розного о Достоевском, о Гоголе и о жизни. Надины летние поручения из Армении показали Евгению Яковлевичу дорогу ко мне на щепок, он ее обкатал. Рассказывал, что однажды его ударили по голове, отчего он никогда не мог оправиться. Там, где он пели его манер и вида. В стенгазете появилась статья, где без всяких оснований утверждалось, что он, бывший лицеист, следовательно, аристократ, белоподкладочник, и песенка его была спета. Больше он никогда нигде не служил. Он стал заниматься литературой, но считал себя историком, а не писателем. Уверял, что при старом режиме был бы издателем, сплачивал бы вокруг себя левых писателей и художников, жил бы независимо и интересно. Придя однажды ко мне сел в свое любимое кресло и доложил, «Я ознакомлюсь с господствующим классом». Это он пытался стать очеркистым. Попытка удалась. Его послали от радио в командировку на заводы и даже выдали кожаное пальто, которое я на нем видела до самой войны, а может быть и после нее. В результате командировки вышла его книга «Урал сегодня». Особенного успеха она не имела. Он жаловался на засилье черненьких, которые наводняли все редакции издательства и с большим опломбом выступали на диспутах в Доме печати. Это были молодые люди обязательно в больших роговых очках и вязаных жилетах под пиджаками. В 30-х годах, правда, эти ультрасовременные деятели исчезли, но на смену им пришли серенькие в косоворотках с украинской вышивкой. У них не было ни блеска, ни самоуверенности, и не упивались они раздувшейся властью, но тихой сапой делали свое дело, запрещали все, чего не понимали. Серенькие набирали силу. Евгений Яковлевич называл их нежитью. Он любил делиться со мной впечатлениями от вернисажей и генеральных репетиций, которые он посещал неукоснительно, сопровождая туда свою жену, в те годы театральную художницу. При этом он забывал, что я была лишена этих впечатлений, так как в артистическом кругу у меня не было знакомых, которые могли бы меня пригласить, не было соответствующего костюма, а общественное мое положение было ничтожно. В сентябре мне дали на работе профсоюзную путевку в дом отдыха на Черном море. Поехала я одна. В эти дома отдыха были заезды в определенный день для всех, получивших путевку на один и тот же срок. Моей попутчицей оказалась младшая сотрудница одного из московских научно-исследовательских институтов прикладной химии. Ехали мы опять через Новороссийск, но ГПУшников больше не повстречалось. Зато меня поразило их количество, дородность и самоуверенность в метрополе, в очередях в кассы дальнего следования за билетами. Все залы были залиты голубым цветом их фуражек. Я даже и не замечала раньше, как изменилась Москва за эти годы. В Новороссийске нам должен был быть подан автобус из дома отдыха. Дожидаясь его, вся группа сидела на своих чемоданах посреди городской площади на самом Солнцепёке. Сидели целый час. Все накупили сочных груш и хотели было утолить ими жажду, но вокруг толпами ходили жители окрестных станиц и просили подаяния. Я указала на них свои спутницы. Нет-нет, отмахнулась она. Я приезжаю сюда раз в год, чтобы позагорать и попитаться получше и не могу подавать нищим. Одну грушу я все-таки себе почистила и только начала есть. Чувствую, кто-то толкает мою ногу. Смотрю, женщина с ребёнком на руках подымает шкурку от груши, на которую я наступила, и даёт пососать своему ребёнку. Страшно. Я запомнила навсегда. Новороссийск, сентябрь 1932-го. Архипа Осиповка, куда мы приехали, особенное место. Название своё она получила ещё в Лермонтовские времена по имени солдата Архипа Осипова, взорвавшего форт Михайловское и погибшего вместе с ним. В одном этом месте сочетаются Чёрное море, лиман, берег, покрытый лесом, фруктовые сады в станицах. Но публика в доме отдыха Центра Союза состояла из работников прилавка, то есть попросту из приказчиков. Они исполняли цыганские романсы 20-летней давности, играли в карты, читали порнографические стишки, купались, загорали, блудили. Дом был великолепный, двухэтажный, белый, опоясанный сплошным балконом. На втором этаже жили мужчины. По ночам они мочились прямо с балкона. Я изнемогала от отвращения. Женщины из моей палаты на первом этаже говорили мне, что во сне у меня на лбу появлялась страдальческая складка и всё лицо выражало крайнюю степень напряжения. Я попросилась из Белого дома в прелестный деревянный домик на берегу лимана, и мне разрешили туда перебраться, мотивируя эту поблажку тем, что я, нервно больная. Вернувшись в Москву, я заболела тяжёлой ангиной. Когда, похудевшая, ослабевшая, я сидела вечером у Мандельштамов на Тверском бульваре, туда ещё пришла Лена, подруга, которая уже довольно коротко познакомилась у меня с ними, раздался стук в окно. Осип Эмелевич вышел во двор, долго не возвращался и пришёл с Евгением Яковлевичем. Я не хотела с ним разговаривать, считая, что мы в ссоре и навсегда, но он стал ко мне обращаться, а через несколько дней уже звонил по телефону, намереваясь приехать перед вечером. Потом и Надя и я упрекали Осипа, зачем он впустил Женю. Но Мандельштам оправдывался. Я ему сказал, что здесь Эмма, а он всё-таки вошёл. И опять этот торжественный, многозначительный тон, с каким Мандельштам всегда говорил о чужих романах. Как-то у меня была Надя, и когда настала пора уходить, пошёл сильный облажной дождь. Я дала ей надеть своё старое чёрное пальто. Через несколько дней она зашла в нём к Хазиным-Фрабкиным. Когда там узнали, что это моё пальто, они схватили его и во главе с Мелитой стали водить вокруг него хоровод, дразняя Евгения Яковлевича припевом «Эммино пальто! Эммино пальто!» Так рассказывала мне Надя. Однако Ирина Михайловна вовсе не всегда была так игрива. Наоборот, когда Евгений Яковлевич был у меня, она звонила по телефону, заставляла моих родных или соседей стучать в мою дверь, вызывала его, к аппарату и требовала, чтобы он купил на обратном пути хлеб или не забыл купить в аптеке горчичники. А когда я в крайнем раздражении жаловалась на это Наде, она закатывала глаза, складывала губы бантиком, поскольку это было для неё возможно, и неожиданно произносила «Бедная Ленка, кто же ей принесёт лекарство и поставит компресс? У неё такой тяжёлый грипп!» Принесла бы сама больной невестке проклятые горчичники. Но таков уж был Наденькин характер. У неё было пристрастие дирижировать чужими романами, сводить и ссорить влюблённых. Она делала это виртуозно и коварно. Ей нравилось создавать вокруг того или иного лица атмосферу, притягивающую или унижающую, и управлять этим по своей воле. Излюбленный её приём был, как это уже видно из предыдущих моих рассказов, передавать, что о вас сказали ваше отсутствие. Она была принципиальная антиаристократка. То есть именно то, что не полагается делать воспитанным людям, она и делала. Живя у родных или знакомых, немедленно рассказывала в своём кружке, что делается в этом доме, хохотала, если Женя, брат, напоминал ей о каких-нибудь правилах общежития. Однажды ворвалась в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда ещё работала, вызвала меня в коридор и огорошила возгласом «Жене всё кончено, забудьте о нём». Она была уверена, что если он бросил в неё зубной щёткой с криком «У меня нет сестры», это означает, что он расходится и со мной. Разумеется, эта семейная ссора не отразилась на моих отношениях с Евгением Яковлевичем, да и Надя с ним скоро помирилась. Но этот эпизод многое разъясняет в отношении Мандельштамов ко мне. Елена Михайловна всё-таки чужая, а я, то есть Эмма, это мы. В это приблизительное время Хазины получили наследство из Нью-Йоркского страхового агентства. Хазин-отец застраховался ещё до революции, но когда у нас открылся Торксин, советская власть стала получать от американцев золото, а взамен предоставляла наследникам бонны в магазины Торксина. Женя и Надя собирались подарить что-нибудь и мне из этого свалившегося с неба богатства. Пока что они бегали в магазин и выбирали всё необходимое себе, Ане и Вере Якольне, что было вполне естественно. В один из последних дней этой оживлённой деятельности Надя вбежала в дом с возгласом «Эмма, всем не хватило!» Оказывается, ей страстно захотелось обшить мехом костюм, который она заказала себе из тарксиновской материи. Это оказалось ложью. Костюм был прекрасно сшит, но никакого меха на нём не было. Женя молчал. Я бы не вспомнила об этом эпизоде, если бы история с этим наследством не имела для меня продолжения и развязки. Так бывает всегда в жизни, но мы не всегда это замечаем. Любая тема, даже самая ничтожная, живёт вокруг нас, пока не найдёт своего завершения. В этой книге оно ещё впереди. Я заболела. У меня появилась нервная экзема, как говорили врачи, возникающая обычно после переживаний. Болезнь развивалась бурно. Я ходила с привязанными руками, иногда экзема перекидывалась на ноги, и тогда я лежала в постели. На службе у меня был приятель, профессор биохимии, который давал мне возможность лечиться у лучших специалистов в научно-исследовательском институте. Но мой отец лечил меня в кремлёвской больнице. А лечили меня там неверно. Облучали какими-то боковыми лучами рентгена, и это вызывало не облегчение, а ухудшение. Я хотела прекратить эти процедуры, но мне назначили вместо этого повторный курс. К сожалению, в дело вмешали семейные отношения. Мой отец по многим причинам слепо доверял молодому врачу, лечившему меня в кремлёвской больнице, а тот, как это часто водится, ссылался на заграницу, мол, там теперь лечат только так. Мне неудобно было обращаться к другим врачам, так как моего отца все знали, а ходить в чужие поликлиники не под своей фамилией было противно. Между тем, болезнь обострялась. Мне посоветовали поехать в Ленинград и обратиться к тамошнему светилу, сыну знаменитого Павлова. В это время туда собрались мандельштамы, и они взялись всё узнать и записать меня к нему на приём. Я как раз окончательно слегла в эти дни. Надя была у меня и дала мне такое обещание. Я лежала в постели и считала дни и часы, ожидая их возвращения. Когда они вернулись и рассказывали мне о своей поездке, я, наконец, спросила о Павлове. Какой Павлов? Искренне изумилась Надя. Совершенно убитая, я напомнила ей об её обещании, но она абсолютно о нём забыла. Однако она быстро нашлась и сослалась на то, что в Ленинграде им было ни до кого и ни до чего, потому что их охватил рецидив страсти. И всё это время и днём и ночью они предавались в гостинице любовным утехам. Эта мотивировка была так же малопочтенна, как малоправдоподобна, но так или иначе мандельштамы начисто забыли обо мне. Осипу это было простительно. Он выступал в Ленинграде несколько раз. К нему ходили писатели, читали свои стихи, беседовали о поэзии, но, Наде, никакого оправдания не было и нет. В таких случаях я не обижалась, во всяком случае не выказывала обиды, а делала себе зарубку. Не такие уж они мне друзья, как это казалось раньше. Все эти обиды и шероховатости стирались под влиянием всё ещё очень живых взаимоотношений между нами. Следует даже признать, что раны и уколы, как и некоторые разочарования, ещё больше привязывали меня к ним. — Почему? — Не знаю. — Мы не можем поссориться. Мы — родственники, — говорил Евгений Яковлевич и упорно продолжал навещать меня. И опять пошли в ход неизменные перед вечером, днями. И ещё не гипнотизируйте меня взглядом. Он привык разговаривать очень тихо, потому что у них на Страстном за стеной жили латыши, бывшие чекисты. Приходя ко мне, он устраивался в своём любимом кресле и, отложив на тарелочку недоеденный бутерброд, пониженным голосом рассказывал не об одних премьерах, где к нему привыкли, как к мужу Фраткиной, а, например, о статьях в комсомольской газете, где умный корреспондент писал о подготовке фашистского путча в Германии так, что между строк просвечивало наше общество. О самоубийстве секретаря Московского горкома партии то ли он принадлежал к правоуклонистам, то ли просто был умён. Любимым рефреном его речей был афоризм Ключевского «Государство пухло, народ херел». Он рассказывал о своём друге Рогинском, учёном-этнографе, о проводах в лагерь Галины фон Мек, близкого друга Елены Михайловны и Евгении Яковлевиче. Я её никогда не видела, но должна была узнать и о её браке с Румневым, известным танцовщиком-гомосексуалистом, тоже другом Фрадкиной и Хазина, о расстреле отца Галины Мек, об аресте её, самой и приговоре. Искали валенки, ездили несколько раз на вокзал, ждали часами, стремясь встретить заключённых, ведомых под конвоем на посадку. Не для того, чтобы проститься или передать какую-нибудь вещь, а чтобы она увидела их лица, поняла, что её не забыли друзья и не забудут. Говорили о раннем постарении Мандельштама, о его повадках, нищете, неуживчивости, непочтенная старость с горечью, повторял Евгений Яковлевич. Вряд ли кто-нибудь выслушивал его с таким нежным вниманием, как я. Вот почему уже через 10 лет во время войны Евгений Яковлевич писал мне в Москву из ташкентской эвакуации. Для разговора мне нужна встреча. Ещё лучше комната, кресло, а если герштейновский чай, не говоря уже о вине, то чего лучше? 17 сентября 42-го. Да, несмотря ни на что, я относилась к ним всем как к родственникам. Я любила даже Аню, о чём я уже упоминала, и Веру Яковлевну. Красивее их всех была Аня, высокая, со стройными ногами, правильными чертами лица, и косопоставленные глаза её были спокойные, серые, уже не карие, иногда с глубоким выражением, иногда с холодным блеском, очень красивые глаза, с косым разрезом, изящный нос, но у него уже были неправильные зубы и большой рот, и некоторый кривизна ног, намёки на Надину внешность. Её ярко-голубые и большие со странными зрачками глаза были самыми красивыми в семье, но её резко выдающиеся вперёд зубы, огромный рот, крючковатый нос и кривоногость, да ещё большая отвислая грудь, делали её на первый взгляд многих почти уродливой. Семья как будто Между тем психически неполноценной была Аня, а именно Надю мы все считали самой интересной из Хазиных, подпорченной, как острый сыр-ракфор, одновременно болезненной, выносливой, напористой и кроткой, дерзкой и нежной, болтливой и умной. Я любила их всех в их подспудной еврейской породе, вызывающей сны о какой-то былой в веках близости. У Фраткиных катастрофа. Отец Елены Михайловны попал под трамвай, ему отрезало ногу, и он умер в больнице. К этому несчастью никто, в том числе и я, не мог остаться безучастным, но особенно потрясло оно Осипа Эмилиевича. Об овдовевшей матери Елены Михайловны он говорил с глубоким почтением, почти благоговейно. Милита Абрамовна, над которой обычно столько смеялись, казалась ему величественной в своем горе. Библейскими красками описывал он, как она сидела, выпрямившись за столом, гордо и безмолвно. К сожалению, я не помню дословно его сравнений и метафорических описаний скорбного образа пожилой женщины, но это было какое-то особенное уважение Мандельштама к смерти. Естественно, все сходились на том, что Елену Михайловну теперь надо особенно щадить. Меня это убеждало. Но с каким недоумением посмотрел на меня папа, когда я сказала ему, что Евгений Яковлевич не может порвать со своей женой из-за гибели ее отца. Он не понимал такой вялости чувств. Мама тоже иногда говорила задумчиво, это какой-то чеховский герой. А Лена, раньше покровительствовавшая нашей связи, теперь убеждалась, что это не любовь. Сама она в самые тяжелые периоды своей жизни с Осмеркиным встречала с его стороны прямоту и открытость чувств. Он, например, никогда не ставил женщину в низительное положение в обществе. Всюду бывал с Леной, она приходила к нему домой, когда он был еще женат на Катерине Тимофеевне. Там собирались гости, выпивали, танцевали, спорили об искусстве, и тут же была Лена, и Осмеркин не скрывал, что она ему близка, и что он ее любит, а Катю тоже любит и не может ее бросить, и все это понимали. Осмеркин приводил друзей к Елене на Покровский бульвар, где она по настоянию своей умной матери жила отдельно от родителей. У него даже появился особый термин для обозначения этой связи. Так говоря о Тютчеве и Денисевой, он приговаривал, а у него была своя покровка. У нас дома было в ходу другое словечко, обозначавшее подобную ситуацию сутолыка. Оно завелось от знакомого семейства, вдовы профессора с двумя взрослыми детьми. Они жили в интеллигентском районе Москвы, в Пименовском переулке, конечно, в уплотненной квартире, но со всеми довоенными вещами в двух оставленных им комнатах, роялем, фотографиями, репродукциями с картин художников возрождения и с подлинными полотнами знакомых художников, с запыленной библиотекой в шкафах и со словарями на трех языках. Дети тоже пошли по ученой части. Дочь была талантливой, выбрала себе тонкую медицинскую специальность и сошлась со своим руководителем, известным ученым, женатым. Когда ее матушка, дававшая уроки немецкого и английского языков моему младшему брату, составляла расписание, она предупреждала, «Нет, в четверг неудобно, знаете, у нас сутолока в этот день». В этот день месье приезжал к своей любовнице, профессорской дочке и собственной ассистентке, воображая, что делалось в этой тесной квартирке. Так у нас и повелось. «Как живет такая-то?» — спросишь сестру про ее бывшую гимназическую подругу. «Замужем ли она?» «Нет, у нее сутолока». Термины «любовник» или «любовница» совсем не подходили к нашей жизни и звучали как грубое оскорбление. Взамен их укрепилась простонародная хахаль и хахалица. Но старшее поколение этих слов не употребляло, и наши родители страдали от безязычия и неловкости. Евгений Яковлевич избегал появляться со мной в общественных местах. Один только раз я позвала его с собой на второй билет, когда меня пригласил на свою премьеру Яхонтов. Но что это был за мучительный вечер? Еще хуже, чем было на вечере Мандельштама в Политехническом музее, я уже писала об этом. На моноспектакль Яхонтова Елена Михайловна явилась без билета, демонстративно сидела где-то на приставных стульях, вела себя шумно и вызывающе. Хорошо, что ее не интересовал вечер в Доме ученых, куда мы пошли вдвоем слушать выступление Карла Радека в День Красной Армии 1933. Тут обстановка была для нас спокойнее, но зато сам Радек нам не понравился. Евгений Яковлевич никогда не был поклонником этого деятеля, а теперь утвердился в своем мнении. «Желтый журналист», твердил он брезгливо. В конце концов, при всей моей преданности и ему, и Мандельштамам, мне наскучило такое положение. Убедившись, что в том виде, в каком я его имею, он от меня никуда не уйдет, я тратила свои душевные силы уже не на радостное ожидание свидания с ним, а на то, чтобы получше и интереснее проводить промежуточные вечера. Мало-помало у меня перенесся центр тяжести интересов, однако решающим моментом в переломе моего отношения к нему послушал один конкретный эпизод. Как-то по стечению обстоятельств Мандельштамы затащили меня на страстной, несмотря на то, что Елена Михайловна была больна и тяжело больна. Она лежала отгороженная шкафом, но видно было ее продолговатое фарфоровое лицо с эмалевыми голубыми глазами. Евгений Яковлевич с виноватым видом подавал ей лекарство в кровать и весь светился такой нежностью и тревогой, что нельзя было не понять, что он просто очень любит свою жену. А смеяться над ее салонными претензиями и утверждать, что это брак по расчету, очевидно, он считал признаком хорошего тона. А еще вернее, что он сам себя старался убедить в этом. И он продолжал еще не раз повторять, что мы с ним оба ходим по жизни хромая. А деловитость, умение зарабатывать деньги и пробивная сила Елены Михайловны служит ему поддержкой, без которой он не выживет. Все это вместе убедило меня, что мой роман с ним пройденный этап, как тогда любили говорить. Между тем, одно происшествие выбило меня опять из этой ровной колеи. Это было в августе 1933 года, когда Мандельштамы вернулись из Крыма. Надя, конечно, немедленно позвонила мне. Я радостно побежала к ним в дом Герцена, но здесь меня ждал удар. Я застала у них Кузина, который жил с ними в Крыму, но вернулся в Москву раньше их и почему-то редактора и публициста Чичановского. В свое время он познакомился с Надей в ЗКП и заходил иногда к Мандельштамам толковать о Константине Леонтьеве или Чаадаеве, демонстрируя свой широкий кругозор, необычный для советского редактора. Однажды он заметил, что видел меня в трамвае и задался вопросом, о чем так глубоко задумалась эта женщина, о чем она так упорно думает. Мне очень хотелось ему ответить о Надином брате только и всего. Сейчас Кузин собирался идти за хлебом. Почему-то все присутствующие громогласно и бестолково подсчитывали талоны, прикидывали, сколько хлеба следует по ним купить и несколько раз при этом упоминали имя Евгения Яковлевича. Я испугалась. Что случилось? Почему Борис Сергеевич должен покупать ему хлеб? И Надя небрежно, но очень отчетливо поясняет, что Женя, уезжая, оставил нам свои хлебные карточки. И я, изумляясь, вернее, стараясь скрыть свое изумление, узнаю, что Женя с Ленкой уехали в Углич. Когда все ушли, Надя мне объявила, что Женя оставил ей для меня сто рублей, чтобы я могла поехать куда-нибудь отдыхать. Двадцать пять из них Надя самовольно сняла и послала маме в Киев. Я попросила у нее улический адрес, она мне дала его с легким, вероятно, притворным сопротивлением, а я, понимая, что неприятно будет увидеть это Елене Михайловне и, радуясь этому, послала туда письмо, в котором обвиняла Евгения Яковлевича в мещанстве. Впоследствии в разговоре со мной он назвал это письмо отвратительным. Вероятно, так оно и было. Но такое позорное бегство, да еще под покровительством Мандельштамов, тоже было отвратительно. Больше того, Осип Эмилич еще раз имел удовольствие поставить меня в глупое положение в связи с этой историей и моих отношений с Евгением Яковлевичем. Забегая вперед, дополню этот перечень обид еще одним эпизодом. Дело было уже в Нащекинском переулке. Мандельштаму не хватало умных слушателей его разговора о Данте, это мы знаем. Елене Михайловне очень хотелось устраивать у себя литературные чтения, это мы тоже знаем. Она была знакома с Пастернаком, дружила с его женой, когда-то они учились вместе в Хутемасе, и она предложила устроить у себя встречу обоих поэтов. Я никогда не стремилась бывать в обществе и плохо понимала не только разговор о Данте, но и некоторые из последних восьмистишей Мандельштамы, и как раз стихи, которые Надя повторяла с особенным восторгом, например, «Должно быть мы, Айя София, с бесчисленным множеством глаз». Я и сейчас не понимаю это восьмистише, и не считаю, что поэты должны писать такие стихи, которые можно раскусить, только обложившись справочниками философской и исторической литературы. И так можно было пойти к Фраткиной и читать там разговор о Данте без меня. Конечно, мне было бы не особенно приятно слушать, как все пойдут туда, где Евгений Яковлевич будет радушным хозяином, но я не могла претендовать на то, чтобы Мандельштамы не посещали своих родственников. Надо было только деликатно меня предупредить о создавшемся положении. Но Мандельштам, именно он, а не Надя, поступил иначе. Мы сидели втроем в меньшей проходной комнате. Осип Эмилич, Нина Николаевна Грин и я, Надя не было. Зазвонил телефон. Осип Эмилич вышел в соседнюю комнату и, закончив переговоры, вернулся довольный и оживленный. Он обратился к Нине Николаевне с любезнейшей улыбкой. Ну вот, все устроилось. На днях, он назвал число, он будет читать разговор о Данте по Стернаку и Шклопскому. Чтение состоится у Евгения Яковлевича. Там будет еще один приятель Елены Михайловны, Марии Петровых и вот вы, приходите, пожалуйста. И он стал долго и подробно объяснять Нине Николаевне, как найти квартиру Евгения Яковлевича. Я обомлела. А меня вы не приглашаете, Осип Эмилич? А вы не можете туда пойти из-за Елены Михайловны. Тут между нами пошел такой разговор, что Нина Николаевна не знала, куда деваться и поспешила уйти. Осип бегал по квартире, хлопал дверьми, сверкая глазами и, наконец, гордо закинув голову, вскричал торжествующе. С Леной меня связывают узы крови. На этот раз я была жестоко уязвлена. Не к лицу Мандельштама такое ханжество. Ему, который, по словам Нади, проповедовал брак втроем, это, мол, крепость, защищенность от внешних врагов, ему, который не удосужился зарегистрировать хотя бы свой брак с Надей, кстати, я должна была в 1957 году свидетельствовать в суде, что они состояли в фактическом браке. И, наконец, почему его не связывали узы крови с первой женой Евгения Яковлевича? И кому он это говорит? Мне? В моем фальшивом положении? Осип Эмильич уже увидал по моему лицу, что зашел слишком далеко. Он подсел ко мне и стал говорить с отеческой нежностью. Но что он говорил? Мы хотели, чтобы Женя развелся с Леной и женился на вас, но вот видите, это не произошло. И хорошо, что не вышло. Какой он вам муж? Он не может ни о ком заботиться. Его нельзя себе представить отцом. Вообще, сорок лет — это критический возраст. Мужчина либо переваливает через него благополучно, либо... и так далее. Это было самой настоящей провокацией. Ведь это не я устроила ему сцену ревности за то, что он идет к Елене Михайловне, а она поставила очевидное условие, чтобы меня не было. При этом Мандельштамы прекрасно знали, что на людях я вела себя с Евгением Яковлевичем безукоризненно. Опасаться им было нечего. Они меня продали, чтобы угодить Елене Михайловне. Нужно было видеть, с каким удовольствием Осип Эмилич не приглашал меня при ней, Николаевне. Это было сделано с чисто садистическим порывом. С какой стати? Даже Надя поняла, какое безобразие было учнено надо мной в тот день. Еще бы! Она ведь помнила, как мы с ней бегали к известному психиатру Ганнушкину, чтобы заочно консультироваться о всяких психических задержках у ее брата. И как Ганнушкин хмуро посмотрел на меня и сказал на прощание «Пожалейте себя». А о чтении Данте она вспомнила в самые трагические дни выхода Мандельштама с Лубянки. «Ваше счастье, что вы не были тогда у Жени». Осип Эмелевич утверждал, что в ГПУ было известно все, о чем говорилось в этом собрании. Я была чрезвычайно удивлена. Трудно себе представить простого смертного, который в состоянии был бы передать своими словами речи Пастернака, Мандельштама и Шкловского, да еще по поводу такого сложного и первозданного произведения, как философско-эстетический трактат «Разговор о Данте». В 1974 году Елена Михайловна мне сказала, что Шкловский не пришел на это чтение, а кроме Пастернака были художники Шостаков или Киселев, а может быть, Татлин и еще Рогинский. А теперь вернемся к тому, что происходило со мной после бегства Евгения Яковлевича в Углич. Вот уже четвертое лето, испорченное Мандельштамами и их окружением. В первое 1930 года эпизод с отмененным приглашением на озеро Сиван и последовавшая за этим скука в Геленджике. Второе 1931 на даче на берегу реки Клязьмы, несмотря на веселую компанию, состоящую из моих друзей, омрачено было отъездом Евгения Яковлевича на Кавказ. Третье 1932 год ознаменовалась острой ссоры с ним, странным времяпрепровождением моим в Архипо-Осиповке и острым заболеванием аллергии. Что делать в четвертое лето? В это время родители Лены собрались плыть на пароходе в Астрахань, достали еще один билет и деликатно пригласили меня составить им компанию. Я очень любила Волгу. Я плавала по ней на пароходе в 1922 году, в 1923, в 1928 и вот теперь в 1933. От года к году чувствовались перемены. На этот раз на пароходе делалось что-то странное. Было слишком много народу. Женщины были в ажиотаже из-за группы иностранцев, оказавшейся в числе пассажиров. Это были немцы. Одеты они были в штатское, но выправка военная, и среди них не было женщин, но прямо рота. Среди прочих иностранцев выделялась одна, тоже немецкая семья совсем другого типа. Женщина не первой молодости, долговязый молодой человек в хорошем костюме, говорили инженер. Затем одну каюту занимали двое бывалых советских командиров, кругом шептали, что у них большие исторические заслуги. Они были очень требовательны к уборщице. А на нижней палубе по традиции ютился третий класс, там лежали в повалку на полу. Надежда Исаковна, мать Лены, выбегала на каждой пристани купить что-нибудь съестное. Тогда еще на Константин Абрамович, отец Лены, умолял посидеть спокойно, ведь им ничего не нужно. Ты будешь кормиться в этом буфете? Ха-ха-ха! Смеялась она своим характерным мефистофельским смехом. В столовой были невозможные очереди, и когда мы подходили к раздаче, там уже ничего не оставалось. Прежде всего и лучшая еда отпускалась ГПУшникам, которых на пароходе было ужасно много. Их привилегии приводили в бешенство Надежду Исаковну, и она громко восклицала, что им-то как раз и надлежало бы соблюдать очередь. Женщина, ехавшая со мной в одной каюте, умоляла ее быть осторожнее, перестаньте, потише, потише, но это раболепство распаляло Надежду Исаковну еще больше, а моя попутчица наоборот, со всеми ладила и даже ходила на самую верхнюю палубу целоваться за трубой. Не с ГПУшником ли? Все женщины хотели флиртовать с немецкой ротой. Их суета выводила меня из себя, и я где-то внизу у душа, встретившись с упомянутыми командирами, изливала свой гнев, приводя пример Достоевского. Бывая за границей, он, как известно, отнюдь не восхищался европейцами. Они спросили меня, как я думаю, кто эти иностранцы? Выслушав мой ответ, они загадочно промолчали. Не доплыв до Астрахани, это были коммунисты, Ротфронт. Пароход причалил к одной из промежуточных пристаней, где его ожидала уже двое суток несметная толпа. Увидев это сонмище людей, которые стали брать приступом пароход, капитан, вероятно, сообразил, что его судно не может их вместить, и без предупреждения велел убрать трап и быстро дал команду отчаливать. Толпа взревела. Некоторые попрыгали в воду, кое-кто успел зацепиться и вскарабкаться на нижнюю палубу, а какая-то женщина передала уже на пароход своего ребенка, но сама не успела сесть. Она истошно кричала. Пассажиры стали просить капитана причалить еще раз и взять на борт эту женщину, но он указывал на толпу, и пароход продолжал удаляться от берега. А командиры стояли на палубе, смотрели на всю эту варварскую сцену, и у одного из них по лицу заходили жвоваки, а другой не мог сдержать нервного тика, но они молчали. Ночью я слышала сквозь сон, что пароход тихонько подводят к каким-то мосткам пониже той пристани, и там несчастную мать подхватили. Немецкий инженер из хорошей семьи танцевал в салоне Фокстрот со своей пожилой спутницей. Еврейское советское семейство муж, жена, дочь любовались ими. Инженер пригласил дочку потанцевать. Она не ударила лицом в грязь и топталась в его объятиях совсем как за границей. Родители сияли. С этого дня инженер гулял по палубе только с этой девицей, и они говорили по-французски. Но почему-то их не оставляли вдвоем, всегда к ним присоединялись какие-то молодые люди. Константин Абрамович добродушно ухмылялся, говоря, сразу видно, кто они такие. Раньше таких называли гороховое пальто. На пароходе заговорили, что вот у нас и свадьба устроилась, немецкий инженер женится на нашей пассажирочке, и уже знали, в каком городе они будут жить в Германии, и какая у них будет квартира, и как ей повезло, не знаю, что вышло потом из этой помолвки в кавычках. Вдруг все высыпали на палубу. Мы подплывали к Сталинграду. Город начинался издалека, выстроившись по прямой линии вдоль берега. Трубы, трубы, заводы. Иностранцы просто обалдели, особенно инженер. Глаза у них загорелись, ноздри раздувались, они задыхались, глядя на эту мощь и простор, сверкающие под солнцем. Некий добровольный гид завладел вниманием остальных пассажиров картинно и самодовольно давая никому не нужные объяснения. Меня раздражала манера туристов садиться на лавочку под окно и там беседовать. Вечерком таким манером уселась перед моим окном парочка, немец из роты и молодая русская особа. Как она болтала, как старалась. Момент был для нее решительный. Я не выдержала и попросила их перейти в другое место. Они были поражены моим нахальством и обо мне по пароходу пошла молва шизофреничка. По делам, сказала мне Надежда Исаковна уже в обратном плавании. Вы не умеете сдерживаться. Вы помните, как вы на меня гаркнули в Астрахани? А зачем она меня раздражала? Она, видите ли, объявила, что Ваня Приблудный лучший поэт, чем Осип Мандельштам. Ваня Приблудный больше известна исполнением блатных песен, чем сборниками своих стихов. Был приятелем моей Лены и, как большинство молодежи, обожал ее мать, горячую, участливую, открытую. В Астрахани он жил в короткой ссылке за недонесение. И как же был он рад, когда Ленина родители его навестили. Он служил там в архиве, говорил, что у него прекрасное отношение с начальством и действительно устроил мне одноместную каюту, что было нелегко. Я была ему благодарна и вообще разделяла симпатию к нему моих милых спутников, но считать его более крупным поэтом, чем Модельштам, нет уж, извините. В остальном, впрочем, Надежда Исаковна проявила вкус, радовавший мою душу. Все, например, в один голос утверждали, что после Сталинграда Волга скучна, пустые берега, но, вопреки обывательскому вкусу, нам бесконечно нравились разливавшиеся дельта, соленый запах моря и желтые обрывы песчаных гряд, четких, как геометрический чертеж. Где-то далеко стоял верблюд. Иван Приблудный показывал нам Астраханский Кремль, водил по улицам и на пестрый, шумный, восточный базар. Было тепло-тепло, золотой сентябрь. Между прочим, в Астрахани, в ресторанах очень хорошо кормили, гораздо лучше, чем в Москве или на пароходе, а черную икру мы ели ложками, правда, какую-то необработанную. Я сделала маникюр на дому у молоденькой мастерицы, которую мне порекомендовал Ваня Приблудный. Она сказала мне с застенчивой улыбкой, что скоро бросит свое ремесло. Она выходит замуж и очень удачно. Ее жених заведует каким-то отделом в ГПУ. Возвращались мы вверх по Волге тем же пароходом, но уже опустевшим. Начинался октябрь. Становилось холодно. На каждой пристани подсаживались новые попутчики, плыли по своим делам. Большинство было знакомо с членами экипажа, а у капитана темноглазого с тяжелыми веками, говорили он грек. Обнаружились два брата и сестра, а все четверо с одинаковыми сонными и страстными глазами. В салоне сестра присаживалась к пианино, рядом с ней оказывался какой-нибудь знакомый пассажир, и она пела ему свои простенькие песенки. И куда они все доплыли? Так иногда хочется знать обо всех встретившихся в жизни. Тридцатые пятидесятые годы 1997 Надежда Яковлевна Когда Николай Иванович Харджиев жил один на Кропоткинской улице, я часто его навещала. Однажды по ходу разговора он припомнил любопытные слова Ахматовой о поэзии Мандельштама. Представьте себе, я больше всего люблю и не ранние, и не поздние его стихи, а какие-то средние. Даже позу и тон Ахматовой он тогда еще помнил. Она лежала на диване и, повернув голову, почему-то медленно выговаривала каждое слово. Манеру Анны Андреевны говорить медленно, с паузами, я хорошо знала. Это бывало в тех случаях, когда у нее созревала новая мысль. Под средними она, очевидно, подразумевала московские стихи Мандельштама тридцатых годов. В то время она часто повторяла жалостно «Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу». Строки из стихотворения Мандельштама 1931 года «Нет, не спрятаться мне от Великой Муры». И еще она любила цитировать страфу из его стихов 1935 года, посвященных памяти Ваксель. «И твердые ласточки круглых бровей из гроба ко мне прилетели, сказать, что они отлежались в своей холодной стокгольмской постели». Спору нет. Московские стихи Мандельштама выглядят беднее, чем философские из камня, насыщенные удивленным прислушиванием к мирозданию, к соседствующей природе и к себе. Они уступают также торжественным стихам начала 20-х годов, с их напряженным вживанием в глобальный исторический смысл больного времени. Стихи 30-х могут также показаться простоватыми рядом с многоцветным орнаментом, сотканным из скрытых ассоциаций и реминесценций в полнозвучных воронежских стихах. Тех самых, о которых Корнееван Чуковский, возражая мне, сказал как-то в Переделкине, не чудные, а чудные. Реплика Чуковского заставляет вспомнить отзыв Блока о выступлении Мандельштама в Петроградском клубе поэта в 1919 году. Его стихи возникают из снов, очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Известно также осторожное отношение к поэзии Мандельштама Виктора Борисовича Шкловского. Он пишет стихи на людях, читает строку за строкой днями, стихи рождаются тяжелыми, каждая строка отдельно. Это наблюдение содержится в сентиментальном путешествии Шкловского по времени совпадающем с отзывом Блока. Но уже в 30-х годах, когда Виктор Борисович и Осип Эмилиев часто встречались для беседы во весь ум, Шкловский написал литературный портрет Мандельштама в форме личного письма к нему. Я читала тогда же эту неожиданную эпистолу из подъезда в подъезд на Щекинского. По существу, в оценке поэзии Мандельштама оно сходилось с давнишним отзывом Блока. Об этом можно судить по запомнившейся мне афористичной фразе Шкловского «Вы заставленный». Для Ахматовой в стихах большого поэта важнее всего было услышать живой человеческий голос и индивидуальную интонацию, которую она называла новой гармонией. В творчестве Мандельштама тридцатых годов явственно проступает прямой автобиографический элемент. Это как бы наглядно подтверждает его же слова о том, что стихи пишутся под влиянием потрясения, радостью или горем, все равно. Об этом есть запись Ахматовой в ее отрывочных воспоминаниях о Мандельштаме. Из поздних стихотворений Мандельштама Ахматова выделяла лишь одно «Еще не умер ты, еще ты не один». Следуя своей манере, она часто скандировала полюбившиеся ей два стиха оттуда «И беден тот, кто сам полуживой у тени милостыню просит». Однако личная, а не философская тема жизни и смерти звучала не менее сильно и в других стихах Осипа Эмилевича, каких-то средних. О них-то я и хочу поразмыслить. Стремлюсь подойти ближе не к принципам его поэтики и не к движению его мысли, об этом уже много существенного и значительного сказано современными филологами, а к тому, что терзала и томила его в те дни. Чтобы проникнуть в эту заповедную область, мне придется брать высокие барьеры, преодолевать влияние таких вещей, как листки из дневника Анны Ахматовой, воспоминания Надежды Мандельштам, ее же вторую книгу и дополнительную книгу, третью, составленную Струве. В этом деле мне помогут мои собственные наблюдения, ведь я была рядом с Мандельштамами именно в эти годы, 1928-1937. Листки из дневника После посмертной реабилитации Осипа Эмилевича в 1956 году Анна Ахматова написала стихотворение «Я над ними склонюсь, как над чашей». Непосредственным поводом к нему послужило рассматривание рукописи Мандельштама, наконец-то извлеченных Надей из своих тайников. Но это лучшее из лучших стихотворений Ахматовой не могло быть напечатанным целиком еще долгие годы. Даже в издании библиотеки поэта 1976-й В основном тексте были помещены только две страфы, остальные мы находим в отделе варианта в качестве другой редакции. Теперь 90-е годы. Оно печатается уже целиком, и я напомню текст этого стихотворения в его единственной полной редакции. Мандельштаму «Я над ними склонюсь, как над чашей, в них заветных заметок несчесть, окровавленной юности нашей эта черная нежная весть. Тем же воздухом, так же над бездной я дышала когда-то в ночи, в той ночи и пустой и железной, где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там. Это кружится эвредики, бык Европу везет по волнам. Это наши проносятся тени над него и над него и над него и это плещет него о ступени, это пропуск в бессмертие твой. Эти ключки от квартиры, о которой теперь не гугу, это голос таинственной лиры на загробном гостящем лугу. 1957 Легальными двумя астрофами 3 и 4 Анна Андреевна открыла первоначальную редакцию листков из дневника, задуманных как проза Мандельштами, но органического единства не получилось. Своё понимание судьбы поэта, соратника и друга Ахматова выразила только в посвященном ему стихотворении. В начале листков со свойственным ей лаконизмом Ахматова чертит образ поэта отдельными штрихами. Очень важно, например, её суждение о характере памяти Мандельштама. Он вспоминать не умел. Вернее, это был у него какой-то иной процесс, название которому сейчас не подберу, но который, несомненно, близок к творчеству. Мы узнаем, что он был блестящим собеседником, учтив, находчив и разнообразен. Говорил о стихах ослепительно, но пристрастно, и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к блоку. Вместе с тем хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки. Только в передаче Ахматовой мы могли услышать признание Мандельштама, что он так долго думал о Пастернаке, что даже устал, или решительное о Марине, я антицветаевец. Именно от Ахматовой мы услышали авторитетное суждение о том, каким огромным событием была для Мандельштама революция, которую он встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, но известным поэтом. К сожалению, эти первые наброски были вытеснены проблемами так называемой личной жизни Мандельштама, которыми Анна Андреевна неожиданно занялась. Может быть, этот уклон произошел потому, что листки имели особое, отчасти полемическое назначение. Впрочем, мне следует рассказать об этом подробнее, поскольку я была свидетельницей и даже соучастницей начала этого процесса. В 1956 году, после относительной реабилитации Мандельштама, Анна Андреевна мне сказала, «Теперь мы все должны написать о нем свои воспоминания, а то, знаете, какие польются рассказы? Хохолок, маленького роста, суетливый скандалист». Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о Мандельштаме. Напоминаю, что Мандельштам был реабилитирован лишь по второму делу 1938 года. Дело 1934 года сатиры на Сталина было пересмотрено только 28 октября 1987 года, то есть после смерти Надежды Яковлевны. Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмилевича. К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей второй книги, она отняла у меня эту роль и заменила ее другой, но это произошло после того, как я с ней навсегда порвала отношения в 1968 году из-за ее наветов на Николая Ивановича Харджиева, но пока мы остаемся в 1957 году. В то время Надя еще не помышляла о собственных воспоминаниях, на ее плечи ложились другие заботы. Пробивать издание сочинения Осипа Мандельштама, договариваться с Союзом писателей о составе комиссии по литературному наследию, собрать рукописи поэта, работать с Харджиевым, заключившим уже по ее рекомендации договор с библиотекой поэта. К тому же она не жила еще в Москве, работая в высших учебных заведениях в Ташкенте, Ульяновске, Чебоксарах, Пскове и даже в Чите, она приезжала в Москву только на каникулы. В эти приезда она много встречалась с диссидентами, особенно с бывшими зэками, и, естественно, была захвачена всей политической атмосферой оттепели. Она признавалась мне, что не может еще решить, написать ли ей принципиальное письмо Хрущеву или засесть за свои воспоминания. Выбор был сделан несколько позже. Начав писать свою первую книгу, Надя очутилась как бы в состоянии шока. Она погрузилась в свою ушедшую жизнь с Осипом Эмильевичем, постепенно по ступеням переживая все ее повороты. Это было беспощадное вживание в, казалось бы, забытую жизнь, а в действительности лишь временно отодвинутую вглубь. Не сразу к ней вернулось понимание сущности их совместной жизни. Я была его подругой, а не только женой. С каким-то удивлением говорила она мне, наново осмысливая сущность своего союза с Мандельштамом. В эти дни мои встречи с Надей в квартире Шкловских в Лаврушинском переулке были трогательными и волнующими. Но вскоре она стала лепить на старом материале свой собственный образ явно в ущерб образу Осипа Мандельштама. К этому явлению мы еще вернемся. Между тем воспоминания стали распространяться у нас в самой сдате в начале шестидесятых годов. Анна Андреевна узнала об этом от своей названной внучки. А кума там есть много о тебе. Наивно рассказала Аня, уже прочитавшая эту запрещенную книгу. Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою книгу, недоуменно заметила Анна Андреевна. Сама она относилась к вдове поэта и друга с большим вниманием. Листки ни в одном слове не расходились с Надинами версиями. При этом они были изначально задуманы как тенденциозная вещь. В этом я убедилась на собственном опыте. Следуя пожеланию Анны Андреевны, я начала приводить в порядок свои единичные записи о Мандельштамах. Первые же наметки связанного текста я показала ей. Не дочитав до конца и второй страницы, Анна Андреевна вскричала «Нет-нет, об этом нельзя писать». Запрет относился к беглому упоминанию о распре Мандельштама с Горнфельдом. Я удивилась. Этот литературный скандал Баршалакой известен, неоднократно освещался в печати, сохранилось множество документов, относящихся к этому делу. Наконец, вся четвертая проза Мандельштама взошла на этом конфликте. Почему же о нем нельзя даже упомянуть? Потому что она задохнулась потому, что Осип был неправ. Это принципиальная позиция. Следовательно, было заранее условлено, что литературный портрет Осипа Мандельштама должен строиться на утаивании целых пластов его пестрой и бурной жизни. Я не могла принять эту систему строго подобранных умолчаний. Между тем, одностороннее освещение личности Осипа Эмильевича повлекло за собой ряд искажений. В листках встречаются эпизоды, в которых пресловутый «Нас возвышающий обман» превращается в самую вульгарную неправду. Настало время, когда все эти темные места можно и нужно высветить. Прямые ошибки в листках Ахматова пишет «Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники могут сказать это о себе? Ничего кроме недоумения эти слова Анны Андреевны вызвать не могут. Разве она забыла, как Надя вернулась со свидания на Лубянке с Осипом и объявила в отчаянии, обращаясь ко мне «Эмма, Осип вас назвал?» Тут же выяснилось, что Мандельштам назвал остальных девять или одиннадцать человек, которым он читал свою сатиру на Сталина, за которую был арестован. Среди них он назвал и саму Ахматову и ее сына Льва Гумилева. Теперь девяностые годы мы уже располагаем документальным подтверждением этого события. Имею в виду публикации судебного дела Мандельштама в номере первом «Огонька» за 1991 год и в «Известиях» за 1992 год номера 121-125. Правда, напечатаны только выдержки из следственного дела, но чем бы они ни были дополнены при исчерпывающей публикации, никто не сможет назвать безупречными показаниям Мандельштама об Ахматовой и Льве Гумилеве. Напомню еще раз, как воспроизвел Осип Эмилевич реакцию Левы на выслушанные им стихи. Одобрил вещь, неопределенная эмоциональным восклицанием, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь была ему зачитана. Как же отнеслась Анна Андреевна к этой сатире? По словам протокола, она указала на монументально-лубочный и вырубленный характер этой вещи. Какие благородные показания Мандельштама могли предъявить Леве наследствие в 1949-50 годах, непонятно. Во всяком случае, особым совещанием и генеральным прокурором СССР они были поняты однозначно. Факты антисоветской деятельности Гумилева, изложенные в его показаниях, подтверждаются в показаниях Пунина, Борина, Михаева, Мандельштама и Шумовского. Ясно, что Лева не мог назвать поведение Мандельштама на Лубянке безупречным. Только покривив душой, смогла Анна Андреевна так возвысить образ Мандельштама в его положении подследственного арестанта. Пусть это было ложью во спасение, во спасение чести большого поэта, но, сбившись с пути однажды, трудно уже было Ахматовой вернуться на прямую дорогу. Это сказалось в какой-то неуверенности, с какой Анна Андреевна обычно такая точная в своей прозе повествует о важных событиях творческой биографии Мандельштама. Недоумение вызывает, например, такое место в листках. О своих стихах, где он хвалит Сталина, мне хочется сказать не Сталин, Джугашвили. 1935 год. Он сказал мне, я теперь понимаю, что это была болезнь. Тот, кто знает хронологию встречи Ахматовой с Мандельштамом, никак не поймет, когда же это было теперь. Дата, с вполне понятным сомнением, поставленной Ахматовой 1935-й с вопросом «тут не поможет». Она ведь прекрасно помнила, что навестила в Воронеже Осипа Эмилевича в феврале 1936 года, тогда оды и в помине не было. Мы это знаем из писем Рудакова к своей жене, в которых он описывал весь ход поэтической работы Мандельштама, начиная с апреля 1935 года по июнь 1936 года. В следующий раз Анна Андреевна виделась с Мандельштамами уже в Москве в мае-июне 1937 года. Там они общались почти ежедневно, пока его не выслали из Москвы. Это было для него полной неожиданностью. Настолько лояльно он был настроен в это время по отношению к властям. Последняя встреча Анны Андреевны с Осипом Эмилиевичем была в Ленинграде осенью 1937 года. Рассказывая ретроспективно, как Мандельштамы прожили этот год, Анна Андреевна пишет, им стало нельзя даже показываться в этой московской квартире. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. В Ленинграде Осип прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Осип был тогда уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в союзе устроили его вечер. За выражением непонятного упорства скрывалось многое, чего Анна Андреевна даже еще и не знала. Не были известны любовные стихи Мандельштам, обращенные к Сталинке Лиле Поповой, к жизни и смерти готовая, произносящая ласково, Сталина имя громовое, с клятвенной нежностью, с ласкою. Не был опубликован еще ряд писем к писателям, и в их союз, в которых Мандельштам просил, требовал, чтобы выслушали и обсудили его творческий отчет о сделанном за три года высылке. И не было известно Ахматовой, что, бывая нелегально у Осмеркина в 1937-38 годах, Осип Эмильевич с большим пафосом читал, забегавшим туда на огонек знакомым, вот эту самую свою оду. С моей точки зрения, это, безусловно, было болезнью, но признаваться в этом Осип Эмильевич не мог. Времени на это не было отпущено. Таким же анахронизмом дышит замечание Ахматовой о Мандельштаме друге. В последний раз, читаем в листках, я видела Мандельштама осенью 1937-го года. Они, он и Надя, приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое, беда ходила по пятам за всеми нами, жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Тем не менее, Анна Андреевна рассказывает, для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав, вероятно, от Нади, как мне плохо в фонтанном доме, сказал мне, прощаясь, это было на московском вокзале в Ленинграде, Аннушка, он никогда в жизни не называл меня так, всегда помните, что мой дом ваш. Это могло быть только перед самой гибелью. В какой дом мог приглашать Ахматова Мандельштам, если весь пафос его предгибельного существования на воле был в бездомности? Но это прощание на вокзале идеально вписывается в 1933 год, когда Мандельштамы впервые получили свою квартиру в Москве в Нащокинском переулке. Тогда, как известно, Ахматова воспользовалась приглашением Мандельштама в феврале 1934 года и, как не всем известно, много жаловы с Надей на свою уже тяготившую ее жизнь с Пуниным в одной квартире с его первой женой и дочкой. Надя, любившая рассказывать любопытным о наклоне лебединой шеи, королевской походке и о прочих эффектных позах Анны Ахматовой, из-под тишка насмехалась над ее бытовыми недоразумениями с Анной Евгеньевной Пуниной. «Стареющая женщина», снисходительно замечала Надя, Анне Андреевне было тогда 44 года, а в 1957 году Ахматова с ее точной ассоциативной памятью была совершенно сбита с толку постоянным взятым на себя обязательством идеализировать образ Мандельштама вопреки ее же сентенции, поэтам вообще не пристали грехи. Он ни в чем не виновен, ни в этом, ни в другом и не в третьем. Тут, то есть в поэме без героя, речь идет об амнистии грешнику, а в листках отвергается самый факт греха. Безусловно, Анна Андреевна была несвободна в своих листках, находясь под сильным воздействием направляющей руки Надежды Яковлевны.